Категорически приветствую, наконец-то. Здравствуйте. Небольшое представление, кто мы такие, что мы и почему. Виртуальная школа Profile обучила уже более 50 тысяч человек, то есть прошли через нас огромное количество людей. Это 50 тысяч, это очень много, на мой взгляд. Это целый город, по моему представлению, целый город единомышленников, которые изучали фотографию, обработку и все остальные дисциплины, которые у нас представлены. У нас более 50 онлайн-курсов, то есть это очень много, которые идут регулярно и постоянно. То есть это, знаете, они там сделали одну какую-то попытку, ее пробуем продвинуть, да. Более 30 преподавателей, то есть помимо меня еще есть 29 человек, которые могут тоже рассказывать и показывать, списать, сплясать и спеть могут. 8 лет работы на рынке, но, опять же, в наших условиях это большие сроки. Онлайн живет по своим критериям, по своим правилам и поэтому 8 лет в онлайне это много. Я считаю, что действительно много. 8 лет прекрасной работы. Я очень рад, что я в этой команде. Вот. Ну и я сам, Антон Мартынов, преподаватель фотографии, эксперт по фототехнике. Если кратко о себе, то я занимался фотографией очень давно, это еще давно, неправда, да. Еще когда я учился в школе, мне было это интересно. Самостоятельно, да, печатал фотографии вплоть до цветных и фотографировал цветные фотографии. Кто печатал самостоятельно цветные фотографии, тот понимает, что это такое. Потом у меня был некий перерыв. Потом я долгое время работал специалистом по спецэффектам в кино и телевидении. Я занимался спецэффектами для таких фильмов, я думаю, вы знаете, как «Сибирский цирюльник» и, например, «Особо опасен» с Бекмамбетовым. Такие фильмы делал постпродакшн. Ну, естественно, не один, естественно, в команде и много других. Рекламой занимался, спецэффектами, VFX и, соответственно, и трехмерная графика, и постпродакшн. Больше постпродакшн, чем трехмерный график. Ну, в общем, такой был. У меня путь жизненный. Потом я опять вернулся в фотографию и решил, что фотография меня больше прельщает. И вот уже больше десяти лет я профессиональный фотограф. Это меня кормит, это мой основной вид деятельности, который приносит мне доход. Ну, у меня несколько видов деятельности. У меня есть ретушь, она осталась до сих пор. Иногда меня приглашают для каких-то спецэффектов, иногда, соответственно, я еще преподаю. А основной, конечно, это фотографии. Ну, эксперт по фототехнике. Мне одно время очень нравилось, и сейчас нравится, тестировать фотоаппараты. Сейчас, скажем, в меньшей степени, потому что есть много других забот, есть много других дел. Раньше я очень этим увлекался. Протестировал большое количество фотоаппаратов, подержал их в руках, пообщался с разными производителями. До сих пор я являюсь, то, что называется Ambasador Fujifilm. Но они не называют Ambasador, они называют X-photographer. Да, если вы зайдете на сайт соответствующий X-photographers, то вы можете там меня найти в российского, в качестве российского как раз X-photographers от Fujifilm. Это то, что у других фирм называется Ambasador представитель. До этого я плосно сотрудничал с Sony, сотрудничал с Canon, ну, с разной фирмой. То есть, поэтому я с разными брендами работаю, с разными компаниями. И это не значит, что я там зациклен на Fujifilm. Я знаю другую технику тоже. Неплохо сотрудничали мы с Nikon. Ну, в общем, короче, было много работы интересной, плодотворной. Вот. Ну, и, соответственно, если вам что-то интересное, я на эту тему вам расскажу. Через мои руки прошло более 4000 учащихся. Это только на онлайн-курсах. До этого еще были офлайн-курсы. Там еще тоже примерно 6000 человек было. Так что это довольно много. Я очень рад то, что люди идут и то, что обучаются. И, в общем, это действительно очень приятный для меня процесс. Вот. И у меня есть здесь онлайн-курсы, которые называются основа фотографии, основа фотографии практика и портретная фотография. Сегодня мы будем больше говорить про первый курс, но остальные тоже, если интересно, задавайте вопросы, я вам отвечу. Вот так выглядит основная страница онлайн-курса основа фотографии. И старт следующего курса намечен на 18 число этого месяца. Так что спешите. Потому что до 12 июня дается скидка 25 процентов на онлайн-курс основа фотографии. Ну, то есть, все, кто записался на этот мастер-класс, все, кто пришли здесь, очень здорово. Я рад вас всех видеть. И все, кто будут смотреть в записи, вот, соответственно, смогут еще и получить 25 процентов скидки на этот курс. Вот. И вот так будет выглядеть ваша покупка с 25 процентной скидкой на странице курса. Вот она, как она будет смотреться. То есть, ценник совершенно выглядит иначе. Вот. И что в наше время, я считаю, довольно приятный такой бонус. Вот. И если будут какие-то вопросы там по моей деятельности, по моей профессиональной деятельности, если интересно. Если будут вопросы там по, там, курсам, по тому, как это все устроено, как все это работает, пишите в блок вопросы. С удовольствием готов на них ответить. А мы начнем наш мастер-класс, который звучит так, название «Как начинать снимать без ошибок» или «Как начать снимать без ошибок». Ну, ориентирован, разумеется, на начинающих фотографов. И какие-то основные вопросы, с которыми сталкиваются начинающие фотографы, я постараюсь разобрать и пояснить, чтобы было понятно, как же можно снимать, чтобы не делать ошибок. Ну, для начала я бы хотел бы сказать пару моментов. Одна из самых главных проблем, которые есть у начинающих фотографов, это в том, что у них довольно узкий взгляд на вещи. То есть, они много еще пока не видят, много не умеют. Это никакая не ошибка, это не ужасно, это не кошмар никакой. Ну, просто нужно быть готовым к тому, что еще что-то ускользает. Почему это происходит? Ну, вот, я думаю, что многие из вас водят автомобиль, ну, многие видели, как водят автомобиль, и многие знают, что процесс обучения автомобилей довольно сложная такая процедура, и знают то, что поначалу ученик вообще ничего не может, да, то есть не может переключить передачу там без хруста, не может тронуться с места без рывка, да, с механической короткой передачи, все очень сложно. И я тоже учился водить машину, все было очень сложно, и поначалу вообще ты не понимаешь, как можно смотреть на какие-то дорожные знаки, контролировать дорожную обстановку, да, там еще что-то делать другое, помимо того, что ехать и вести машину, вообще это очень сложно. Но потом через некоторое время ты понимаешь, что, ну, можно есть бутерброд, можно есть еще что-то, можно там заниматься чем-то еще, ну, я не советую вам это делать, то тем не менее это можно делать, потому что многие вещи становятся автоматическими, и вы делаете их на автомате, и уже они у вас не отнимают ресурсов и сил, и вы можете уже продвигаться дальше, в освоении, как раз вождении автомобиля, в фотографии все то же самое. То есть поначалу кажется, что это невозможно, есть столько настроек, эти кнопки, крутилки, барабанчики, все это ужасно и кошмарно, за всем нужно следить, а есть еще и свет, а есть еще и сюжет, а есть еще и композиция, есть еще много чего. И, конечно, человек очень сильно теряется, потому что он говорит, никогда это невозможно, всегда будут у меня какие-то плохие фотографии, ну, вот я постарался вас немножко приободрить, через некоторое время вы поймете, что это на самом деле несложно, вы научитесь, и у вас будет получаться. И еще нужно понимать, еще одна вещь, обязательно тоже нужно понимать, что ошибки это не страшно. Вот наша школа, к сожалению, образование, то есть я не имею нашего онлайн-школы, а вообще школа как в общем, да, она, к сожалению, имеет, на мой взгляд, большую проблему в том, что у нас ругают детей за ошибки. Ну, то есть, там, поставили двойку, за это пришел домой, отругали родители, слава богу, мы постепенно от этого отходим, но есть такая тема, да, ругают за ошибки, ошибки это не страшно, ошибки это нормально, любой человек делает ошибки, все ошибаются, Поверьте, вот я на работу, и как я уже говорил, у меня еще один есть вид деятельности, это ретушь, и мне фотографы приносят свои фотографии на ретушь, я сотрудничаю с самыми разными фотографами, в том числе и зарубежными фотографами, да, и уверяю вас, тот материал исходный, который я вижу, говорит мне о том, что ошибаются и косячат все фотографы, все хорошие, плохие, большие, там, толстые, тонкие и так далее, там, подобные, с номинациями, без номинации, вообще любые, все фотографы ошибаются, делают ошибки, снимают неудачные кадры, но разница заключается в том, что хороший фотограф понимает, что он сделал где-то ошибку, и свою ошибку никому не показывает, ну, то есть, главное отличие хорошего фотографа в том, что, не в том, что он никогда не делает ошибок, делает, и иногда, к сожалению, эти ошибки фатальны, приходится их исправлять там постпродакшенную ретушью, да, делают, но они никому не показывают свой необработанный результат, не отретушированы или вообще просто не показывают свою неудавшуюся работу. И поэтому у нас складывается ощущение, что они просто гениально снимают. Надо помнить, что главный инструмент фотографа — это мусорная корзина, в которую вы будете отправлять свои плохие фотографии. В этом нет ничего плохого, это нормально. Чтобы было меньше ошибок, понятно, что начинающий фотограф, у него может быть много ошибок, а продолжающего фотографа или продвинутого их будет мало. Так вот, чтобы было меньше ошибок, нужно постоянно анализировать свою работу. То есть нужно постоянно смотреть, в чем проблема, какие ошибки были у вас и почему какая-то произошла проблема. Поэтому давайте мы сейчас про эти проблемы как раз и поговорим. Есть несколько основных видов ошибок. Их можно классифицировать по разным, по типам. Давайте посмотрим. Итак, первый вид ошибок — это, разумеется, сбои в аппаратуре. То есть техника сломалась, или она бракована, или какие-то есть другие дефекты, и она работает плохо. Такое может быть, это маловероятно, но такое может быть. И поэтому тем нельзя сбрасываться с счетов. Я скажу, какие бывают сбои в работе аппаратуры, чтобы вам было понятно, чтобы вы не боялись, что на самом деле ничего страшного тут нет. Второй вид ошибок — это ошибки в настройке техники. То есть аппаратура работает исправно, все хорошо, но человек, крутя колесики и нажимая на кнопочки, что-то крутит не так. Как правило, это происходит из-за того, что человек не знает, как крутить, не знает инструкции, не знает какие-то основные требования к работе с фототехникой, просто это не понимает, крутит наобом, и получается проблемы какие-то. Про это тоже поговорим. Дальше, если человек, допустим, взял фотоаппарат исправный, он хорошо работает, правильно накрутил настройки, но что-то получилось не так при фотографировании. Это вот ошибки, допущенные во время съемки. Это когда хотел сделать грозу, а получил козу в розовую полосу, как пелась в песне Пугачева, которая пела про волшебника. Такое бывает, то есть вроде бы все настроил правильно, но что-то пошло не так, не учел композиционные какие-то моменты со светом, с моделью, еще какие-то проблемы были другие, которые не касаются настроек, но что-то пошло не так именно в момент съемки. Это еще одна категория. И финальная категория, это когда получилось само, и никто не понимает, как. Вот так получилось, такое тоже, может быть, есть такие ошибки, но, к сожалению, от них никто не застрахован. Когда-либо все сошлось в одно место, либо пошло по другому месту, то все может быть, так и, к сожалению, тоже существует, нельзя сбрасывать со счетов, и вот такие вот проблемы. Ну, разумеется, это уже скорее больше шутка, но, тем не менее, да, такое тоже бывает. Итак, это вот основные такие проблемы. Давайте посмотрим ошибки в работе фотоаппаратуры. Что тут может быть? На самом деле надо понимать, что фототехника, она довольно проста, довольно надежна, кстати, современная фото, несмотря на сложную конструкцию, довольно надежна, и современные фотоаппараты либо работают, либо нет. Вот в отличие от автомобиля, который можно купить, он будет ехать, и он даже будет куда-то там добираться из точки А в точке Б, но он может быть там сильно сломанным, и, например, двигатель может быть там запорот, да, и человек может доехать, например, от места покупки до гаража, но потом машина встанет и никогда больше не заведется, и это будет стоить огромных денег. В отличие от автомобиля, фотоаппарат так себя не ведет, противно. Он либо работает, либо нет. То есть, если вы купили бракованный фотоаппарат, то, скорее всего, он просто работать не будет. Не будет включаться, не будет там фотографировать, не будет снимать. Все довольно просто. И если фототехника сломана, то, скорее всего, подчинить сами вы ее не сможете. Ну, там какие-то постукать, как раньше было по телевизору, постучать сбоку, да, чтобы он заработал нормально. Такое не прокатывает, такое не работает, поэтому надо будет нести в сервисный центр. Тут все довольно просто. Есть одна ошибка, с которой вы можете столкнуться, и довольно легко можете столкнуться. Эта ошибка касается промахов по фокусу. К сожалению, вот эта вот тема может встречаться. И если у вас зеркальный фотоаппарат, есть такая, да, категория фотоаппарат, зеркалки, да, зеркальные фотоаппараты, и если у вас зеркальный фотоаппарат, то, возможно, эта ошибка у вас будет прям сам с завода. То есть, вполне возможно, это не значит, что она будет, но это может быть, и она может быть прям с самого завода. и это не является какой-то серьезной такой технической проблемой, это легко лечится процедурой, которая называется юстировка. Как можно понять, что у вас есть ошибка? То есть вы снимаете, 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 и у вас все время промахи по фокусу. То есть вы хотели сфотографировать что-то одно, а получилось что-то другое. Хотели навестись человеку на глаз, а резкое ухо, или наводились на глаза, а резкий кончик носа. Такое тоже может быть, вы анализируете свои фотографии и понимаете, что все время промахиваетесь. Нужно этот фактор исключить, понять, что это руки виноваты, или какой-то съемочный другой процесс, или это техника виновата. Вот как это понять? Ну, простая процедура. Вы должны взять штатив, это обязательное условие, потому что штатив избавит камеру от дрожания, от держания в руках и так далее. Избавит как раз эффект влияния рук человеческих на процесс. Нужно взять штатив, нужно взять простую какую-то мишень, но обычная линейка вполне сойдет. Обычная ученическая линейка, она кладется на стол, штатив ставит камеру под углом, снимаете, и вы наводитесь на какую-то цифру своим фотоаппаратом. Важно еще что сделать? Нужно отключить стабилизацию. Если у вас есть стабилизация в объективе, ее желательно отключить, потому что она будет мешать вам делать нормальные четкие снимки. Она хорошо работает, когда вы снимаете с рук, но она плохо работает, когда камера на штативе. Поэтому, ну и вообще, в избежание ее нужно выключить. Значит, что еще нужно сделать? Нужно запуск осуществлять либо с пультика, если у вас есть пультик, либо с таймера. Ну, во всех фотоаппаратах есть такая функция таймера. То есть вы можете найти в инструкции по эксплуатации, когда там 2 или 10 секунд дается время на то, чтобы нажать кнопку и отбежать, и замереть там, чтобы селфи сделать. Так вот, то же самое нужно сделать и здесь. Поставить камеру под углом, положить линейку, навестись на какую-то цифру и поставить спуск с таймера, чтобы пальцем не прикасаться к фотоаппарату, как я говорил, максимально исключить эффект рук, да, влияние рук на снимок. А дальше посмотреть, что получилось. Если вы, так сказать, целились цифру, допустим, 15, и она резкая, то с вашим фотоаппаратом все хорошо. Проблема, значит, в чем-то другом. То есть если у вас промахов по фокусу очень много, но вы вот такую простую процедуру проделали, и то, куда вы целились, абсолютно резко, это значит, у вас все хорошо с фотоаппаратом, что плохо где-то в чем-то в другом месте. Вы исключаете этот момент. Возникают другие какие-то, да? Соответственно, если у вас вы целились цифру 15, но резко оказалось стабильно, там, с 2-3 попыток сделали цифру 14, то это называется фронт фокус. То есть камера стабильно мажет и фокусируется на ближний план. А если, соответственно, у вас там цифра 16 резкая, да, соответственно, это будет бэк-фокус. Это может быть, вы тогда берете свой фотоаппарат с объективом, относите его в сервисный центр, и там вам проделают процедуру, которая называется юстировка. Она занимает полчаса, ее делают довольно быстро, но иногда оставляют, конечно, ленивые, бывает, да, такие вот, или сильно загруженные сервисный центр, оставляют себе на день камеру. На самом деле процедура занимает полчаса, ее ставят на такой же стенд, смотрят, насколько идет, какое отклонение у этого фотоаппарата с этим объективом, куда он мажет, да, и в электронном виде вносит поправки, коррекции в работу системы автофокуса. Такое только на зеркалках. На беззеркалках другая система фокусировки, она по-другому устроена, и поэтому на беззеркалках с таким вы, скорее всего, не столкнетесь. Ну, я просто не встречал такого, чтобы на беззеркалках они вот именно промазывали именно из-за бэк-фронт фокуса. Там такого нет. Потому что там так называемая контрастная система фокусировки, ну, там может быть и фазовая, может быть и контрастная, ну, в основном контрастная, когда уже в финале работает. И вот эта контрастная, она не промахивается, она будет наводиться на фокус до того момента, до победного, пока не наведется на резкость. Про все, про это вот, про разницу фазовой, контрастной, что это такое, я рассказываю на курсе основы фотографии, и там вы сможете узнать, что это такое и с чем это едят. Через видоискателей, через LifeView спрашивают, какого лучше работает автобус, смотря в каком фотоаппарате. Если у вас какой-то древний фотоаппарат, если какая-нибудь зеркалка, то, скорее всего, LifeView будет там работать очень плохо, потому что LifeView там сделан по остаточному принципу, ну, все просят LifeView, вот вам LifeView там, типа, на лопате выкинули, и вы его с ним, типа, разбираетесь. А если у вас современный какой-нибудь фотоаппарат, если у вас какая-нибудь современная даже без зеркалки, то, скорее всего, LifeView там будет работать неплохо, но, скорее всего, не на уровне, именно если зеркальный фотоаппарат, не на уровне того, что вы можете видеть через видоискатель. LifeView хорошо работает на беззеркальных фотоаппаратах, потому что там другого способа навестись на резкость нет, да. И на современных зеркальных фотоаппаратах тоже LifeView работает хорошо. Ну, то есть мы видим, что, например, на флагмане современном Canon 1DX Mark III, да, у него как раз через LifeView он работает быстрее и лучше, чем через фазовую систему автофокусов. Ну, то есть зеркальным камерам уже давно-давно пришел конец. Покупать зеркальную камеру смысла нет, на мой взгляд, если только сэкономить, потому что еще иногда остатки продаются по сладким ценам, а в остальном смысла нет. Ну, это тема одного большого такого отдельного разговора, про который уже мы много говорили, переговорили, и на курсах, естественно, эту тему тоже принимаем. Так, ну что, промазывает объектив или сама камера? Промазывает сама камера. Если мы говорим про зеркальную камеру, вот этот Back-of Front Focus промазывает именно система фокусировки, которая расположена в самом фотоаппарате. Она может промазывать. Поэтому, чтобы исключить эту проблему, нужно провести такой простой тест, про который я говорил, вот, ну, и в результате вы вот так вот можете сделать. В беззеркалках во всех случаях съемок со штатива требуется отключить стабилизацию. Это вопрос или нет, Наталья, это непонятно. На самом деле, если вы снимаете со штатива, то систему стабилизации лучше отключать. В некоторых современных фотоаппаратах она распознает камеру, что вы поставили ее на штатив, а в некоторых нет, и она будет мешать наводиться на резкость, да, потому что когда вы держите в руках, система стабилизации помогает. А когда камера стоит на штативе, она может мешать. Не всегда, ну, может. Сейчас скажут везде и всегда. Нет, не всегда. Вот. То есть проверить сам объектив надо, нет. Только вместе с фотоаппаратом проверить можно. Двинемся дальше. В остальном ошибки техники не распространены. Ну, то есть вы такого не встретите, знаете, что вот у фотоаппарата он что-то косит, там, кривит, и вот, например, вот в этом режиме он работает, а в этом не работает. Да, как бывает, кстати, с автомобилями, или бывает с какими-то другими бытовыми приборами, то есть может быть, что там вот здесь он работает, а здесь не работает. Такое, может быть, с фотоаппаратом все довольно просто. Либо работает, либо не работает. Богдан, ну, про то, как работает механизм системы стабилизации, я про это говорю на курсе. Вот. Немножко отослал вас в эту сторону. Если у нас останется время, я расскажу, как это работает чуть позже, потому что у нас еще много информации. Вот. Итак, мы, допустим, избавились от вот такой ошибки, что вот у нас мешает, нам система стабилизации, по-моему, мешает back-up front focus, и мы с этим разобрались, мы поняли, что, допустим, не в нем проблема, а в чем-то в другом. Ну, давайте разбираться, в чем может быть в другом, какие могут быть еще другие проблемы. Ошибки, которые возникают из-за неправильных настроек фототехники. Ну, пошли какие-то вопросы, беззеркал, стабилизация, отключение. Ну, ладно, хорошо, давайте я вам расскажу, чтобы этот вопрос закрыть, потому что, видимо, много людей это волнует. Давайте я расскажу. Значит, смотрите, что такое стабилизация. Если говорить стабилизация в объективе, это небольшой гироскоп. Что такое гироскоп, я думаю, вы знаете. Гироскоп — это Юла. Юлу — самый типичный такой наш волчок, который вы раскручиваете, да, и он, соответственно, гироскопический эффект, ну, вызывает такой эффект, да, который, если вы пробовали в Юлу перенести, она как бы сопротивляется. То, что вы пытаетесь ее куда-то перенести, она сопротивляется. На этом принципе построен гироскопический компас, ну, и многие другие приборы, связанные с этим как раз гирокомпасом, гирокомпасом, или не знаю, как правильно говорить, куда ударять. Так вот, соответственно, этот волчок, который там раскручивается, и к нему приделан на магнитиках специальная стабилизационная система линз. Когда камера ходит ходуном, вот эта прикрепка с вращающимся волчком, да, с вращающимся гироскопом, система линз остается неподвижной. То есть вот вы снимаете, у вас руки трясутся, фотоаппарат трясется, объектив ходит ходуном, а система линз остается, которая там внутри, она остается неподвижной. Естественно, в пределах корпуса, да, если вы будете сильно махать фотоаппаратом, ну, конечно, никакая стабилизация тут не спасет. А небольшие колебания, легкий тремор, да, который возникает при съемке с рук, эта система может компенсировать. Так вот, этот вот гироскоп, у него есть некоторое время, когда он выходит на режим. То есть вы нажимаете на кнопку спуска, скорее всего, вы не услышите, но в некоторых объективах прям слышно, как он работает, там, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж но он уже работает, то есть уже работает как гироскоп, уже помогает вам, да, пускай еще не на 100%, но уже помогает, и вы можете сделать первый кадр, и у вас будет хорошо и четко. А если камера стоит на штативе, и вы начинаете раскручивать, то этот гироскоп может дернуть систему линз, сдернуть ее с места, и она начнет трястись, и тогда стоящий на штативе ваш фотоаппарат с таким объективным прекрасным системой стабилизации может вам кадр сделать смазанный, такое может быть. Вот, ну, такая вот история как раз с стабилизацией, понятно, да, это причем, ну, в принципе, такая возможность, ситуация с любыми объективами, с зеркалками, с беззеркалками, поэтому, когда вы снимаете со штатива фотоаппаратом, да, у вас такой объектив со стабилизацией, то стабилизацию отключает, для этого на объективе есть такая кнопочка, щелк-щелк включить, выключить стабилизацию. То есть, если вы поставили камеру на штатив, то стабилизацию нужно выключить, если взяли в руки, можно включить, можно не включать, это уже другой вопрос, да, можно, да, может, нет. А если в тушке стабилизация, то, скорее всего, никаких проблем у вас не будет, со штатива, без штатива, штушка понимает, она, Более хитрая система стабилизации, матричная, когда матрица подвешена на том же самом гироскопе, подвешена, да, и она ходит там ходуном, там уже все более умно устроено, поэтому там не страшно, можно не выключать. Вот это мы тему разобрали, двинемся дальше, наконец-то, это тяжелый вопрос, который... Двинемся дальше. Итак, какие у нас ошибки? Первый вопрос, который довольно часто задают люди, говорят, почему мои фотографии не резкие? То есть я делаю снимок, а они не резкие, не четкие, вот как раз одна из проблем, которая могла быть, это вот, если у вас зеркальный фотоаппарат, это бэк и фронт фокус. Вы промахивались все время мимо фокуса, потому что камера вам вот такую подкидывала подлянку, да, такое может быть. Это первая ситуация, но мы ее исключили, поняли, что не она влияет, допустим, ну, представим себе, да, что не она. Если она, то вы пошли в сервисный центр и эту проблему исправили. Итак, если продолжает ситуация, да, почему мои фотографии не резкие, да, вот такой нерезкость мы воспринимаем как ошибку. Причем довольно часто мы не видим эту ошибку на экранчике. Ну, довольно часто даже не видно на экране компьютера, может быть, да, не видно даже такая ошибка. Нужно увеличивать фотографии, и вот когда мы увеличиваем фотографию, мы видим, что при сильном увеличении у нас фокус попал не туда, куда надо. То есть вот в этой фотографии правильно было бы навестись на глаза. Ну, если мы говорим про портреты, где сфотографированы люди, то нам желательно, чтобы фокус был на глазах и на лице, да, потому что глаза — это наиболее важные для нас эмоциональные точки зрения маркеры, которые передают эмоции. Ну, то есть позволяют нам передать и рассказать состояние, да, человека, и поэтому нам важно, чтобы они были резкие. Ну, то есть мы показываем зрителю, мы говорим, смотри сюда, смотри на лицо, смотри на переживания этой девочки, у нее есть какие-то проблемы, обрати внимание, и так далее, и там подобное. Но фокус здесь сместился на косичку, и поэтому получается, что ты не смотри, что у девочки есть какая-то проблема, ты смотри, какая у нее косичка. А что косичка, чего косичка, это непонятно, да, смещение такого акцента. Вот, поэтому важно, чтобы фокус был на глазах, и порой это проявляется при сильном увеличении. Что может нам вредить? Мелкий вредный переключатель, который расположен на объективе. Этот переключатель на многих объективах, не на всех, на многих он есть, это переключатель автофокуса или ручного фокуса. То есть у нас есть всего лишь два способа наведения на резкость, либо вы сами наводите, да, когда ручное наведение, крутите колесо и наводите. Либо у вас работает автофокус. И бывает, что этот переключатель случайно перещелкивается в положение MF, ну или там случайно, или побаловались, или что-то еще, не обратили внимания, перещелкнули его в положение MF или в положение M, иногда на некоторых объективах это так обозначено. И это означает то, что у вас объектив становится с ручным фокусом, то есть вы сами должны наводиться на резкость. Проблема заключается в том, что камера продолжает исправно снимать. То есть человек может не заметить, случайно перещелкнуть этот выключатель, не заметить, у него будет сниматься фото, будет снимать, фотографировать, будут нормально получаться, иногда даже нормально получаться снимки, а иногда они будут получаться не в фокусе. Почему так иногда фокусе, иногда не фокусе? Потому что, когда вы перещелкните этот выключатель, система фокусировочных линз будет располагаться в каком-то положении. Ну то есть вы снимали на п aí человека, который расположен от вас в расстоянии 3 метров. Вы фотографировали, сделали кадр, потом, не знаю, там, положили в сумку, случайно там пальцем задели этот переключатель, он переключился, потом вы достали, сняли еще раз человека на расстоянии 3 метров, все получилось идеально. А потом человек отошел на 4 метра, вы опять сфотографировали, и он уже не в фокусе. Подошел к вам ближе на один метр, вы опять сделали, опять в фокусе. Потом он отошел на три метра, вы сделали, опять не в фокусе. Что ж такое-то? Вот только что в фокусе, а только что не в фокусе. Только что резко, только что не резко. Я это рассказываю, это из личной практики. Иногда мне бывшие ученики пишут в чат, у нас есть неформальное общение, мы продолжаем общаться со многими учениками, которые прошли эти курсы, и они пишут в эти чаты, и как раз в час ночи у меня автоаппарат не работает. Я говорю, посмотри первым делом на вот этот переключатель. Такое бывает иногда, но не замечают. То есть вот этот коварный переключатель. Если переключатель стоит на месте, а все равно мимо, то что? Нужно освоить такую штуку, как выбор зоны фокусировки. То есть в автоматическом наведении на фокус, то есть авто наведение на фокус, это есть еще там раздельные подрежимы, и один из подрежимов наведения на фокус автоматического, который подразумевает не автоматически, а ручной выбор зоны фокусировки. Вот это обязательно нужно освоить. Что имеется в виду? Что вот эта точка, на куда будет наводиться, нужно ее выбирать самому. То есть не давать фотоаппарату наводиться самостоятельно, куда он там хочет, в автоматическом режиме, он сам решает, куда наводиться. Не надо наводиться ему на нос, на глаз, на куртку, куда-то еще. Это неправильный подход, потому что камера всегда будет наводиться туда, куда проще наводиться. То есть если какие-то есть хорошие, яркие, освещенные области на фотографии, где есть какие-то контрастные объекты четкие, на которые проще наводиться, например, там, рубашка в клеточку, ярко освещенная на плече, там, лучом солнца, вот туда камера будет наводиться с большим удовольствием, чем она будет наводиться, например, на глаза или куда-то еще, куда вы хотели бы навестись, но она об этом не знает, что вы хотели бы туда навестись. И поэтому она будет наводиться туда, куда ей удобно. Поэтому вы должны освоить ручной выбор точки фокусировки. На всех фотоаппаратах он есть. Либо с тачскрином, если у вас фотоаппарат есть, вы можете просто ткнуть пальцем в ту зону, куда вы хотели бы навестись. Если у вас не тачскрин, если фотоаппарат такой попроще, да, без тачскрина, то есть джойстики сбоку, есть разные способы, как можно двигать эту точку фокусировки, и вы выбираете точку фокусировки, которая ближе всего, всегда выбираете, которая ближе всего к объекту съемки. Есть разные другие приемы. Есть, например, выбрать только центральную точку и потом перекадрироваться, то есть наводить эту центральную на объект, нажимать на половину кнопку спуска, потом возвращать. Так тоже можно сделать. Это называется прием перекадрирования. Но тут проблема в том, что когда вы совершаете эти телодвижения, фокус может сбиться. И чем больше вы будете делать телодвижения, тем, соответственно, меньше вероятность получить хороший результат. Особенно в неопытных руках. То есть, конечно, разные другие приемы тоже невозможны, но с точки зрения начинающего нужно научиться гонять точку фокусировки по экрану. Еще одна проблема, из-за которой могут происходить промахи, частые промахи по фокусу, из-за того, что вы пытаетесь снимать с очень малой глубиной резкости. Малый грипп, так называемый, это расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства. Из-за чего она образуется и как она работает. Опять же, мы на курсе все это подробно объясняем, мы с ней домашние задания выполняем и работаем. И вот может так получиться, что у вас будет малый грипп, малая глубина резкости, и тогда будет легко промахнуться. То есть, когда резкий только небольшой какой-то часть, небольшой часть пространства, то любые подвижки человека с фотоаппаратом, который может качнуться вперед-назад, модели, которые могут шевелиться, и того, и другого, и может привести к тому, что вы будете не попадать туда, куда целились. То есть, целились в глаз, а человек вам в момент фотографии чуть-чуть повернул голову, вы уже, у вас резкий не глаз, а что-то другое. То есть, это тоже нужно с этим работать. Как работать с грипп, мы подробно объясняем, что нужно сделать. Закрыть диафрагму, отойти подальше. Можно использовать более короткофокусный объектив. Ну, то есть, у вас есть много инструментов, которые позволяют вам увеличить грипп, глубину резко изображаемого пространства. Самый простой из них закрыть диафрагму, да, и тогда у вас будет получаться, что глубина резкости будет больше, и возможно, что девушка тоже попадет в эту глубину резкости, и тоже будет резкая. Еще один способ. Можно попросить их встать так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры. Вот сейчас у нас что, получается, что юноша стоит ближе, а девушка стоит дальше. И поэтому она находится вне зоны гриппа, она не резкая. Да, чтобы она была резкая, она должна встать так, чтобы была на одной плоскости с мужчиной относительно вашего фотоаппарата. Что еще? Бывает, что пытаются фотографировать какие-то быстро движущиеся объекты, особенно с малый грипп, и вот, как я уже говорил, во время фотографирования объект может покинуть грипп, тоже на это нужно обратить внимание. То есть при съемке динамичных сюжетов, то есть когда у вас кто-то бегает, прыгает, скачет и там веселится, самый простой способ попасть в фокус, это вот, помните, говорил, да, двигать точку фокусировки, это все понятно, там, уметь быстро нажимать на кнопку, но еще и увеличить грипп, то есть сделать грипп больше, то есть сделать так, чтобы все, что вам нужно, было резким, и это была не какая-то маленькая зона, а это была значительно большая часть пространства кадра. Ну, для портретов, например, да, грипп увеличивают. Если все-таки нужна малая грипп, ну, то есть так, вы хотите снимать с размытым фоном, да, вам это очень хочется, вам это нравится, если вам это нужно, то просите человека позировать более спокойно, то есть нужно найти какой-то сюжет, который будет более контролируемый, и, соответственно, он будет меньше шевелиться, и вы будете меньше шевелиться. Делайте дубли и держите камеру правильно. Вот это еще один важный момент, про который многие забывают. Вот смотрите, вот эти барышни, которые здесь на снимках показаны, они держат камеру неправильно. Кстати, не только барышни держат камеру неправильно, очень часто и мужчины держат камеру неправильно, в данном случае нет никакого тут гендерного различия, Это просто примеры, которые первые попались под руку И обе они держат камеры неправильно Почему? Потому что вот в таком случае, когда они держат фотоаппарат вот так Они держат на весу не только камеры, не только фотоаппарат Они держат на весу еще и свои руки То есть у них получается, что они держат в руках вес фотоаппарата плюс вес своих рук Но вы все знаете, что если долго держать руки на весу, то они устают И когда руки устают, они начинают дрожать И вероятность того, что будет промах и пофокусу, она сильно возрастает То есть правильный хват камеры выглядит вот так, то есть когда у вас левый локоть, левый локоть руки прижат к туловищу, насколько это возможно, да, прижат к туловищу, он является опорой. На эту левую руку, которая является таким кронштейном, укладываете фотоаппарат объективом. Да, к этому иногда сложно привыкнуть, иногда проще держать вот так, как мы держали, иногда даже держат вот так, если легкие камеры с небольшим объективом, то проще их держать вот так. Если объективчик маленький, да, то есть сложно вот как-то вот так держать, бывает, по-разному бывает, но нужно себя приучить, что левая рука это подставка. Сюда кладется объектив, и дальше уже правой рукой она у вас должна быть свободна, чтобы вы могли там поболтать, отдохнуть и нажимать всякие разные кнопочки. Вот, это вот так вот обычно все делается, тогда у вас будет вероятность, что промахи будут значительно меньше. Иногда бывает, что какие-то объекты, которые находятся между вами и тем, что вы пытаетесь сфотографировать, мешают вам наводиться. Ну, например, там радужки, да, радужки хотя бы сказать, дужки очков, или какие-то листья, или что-то еще может вам мешать наводиться на фокус. Да, это такое тоже возможно. Вот, и нужно попытаться тоже этого избежать, вот этих разных объектов, которые мешали бы вам наводиться. Ну, либо снимаете очки, да, просите человека без очков позировать, либо, например, берете и фотографируете очки без линз, такое тоже дело. Да, иногда просят оправу принеси, чтобы не мешали стекла, да, чтобы можно было легко наводиться. Это у всех людей, которые носят очки, как правило, дома есть оправа. Можно ее взять и надеть, и да, это будет человеку, может быть, не очень удобно, не очень комфортно, но зато вам будет наводиться на фокус, будет значительно проще. Это не могу сказать, что прямо распространенное явление, но иногда так делают. Ну, либо пытаться как-то уменьшать эту зону фокусировки, то есть, чтобы она была меньше, чтобы она попала именно между объектами. На беззеркальных камерах зона фокусировки может регулироваться в размере, то есть вы можете ставить большую зону, можете ставить маленькую зону. На зеркальных фотоаппарат с этим чуть посложнее, там тоже можно, конечно, выбирать, какая будет зона, там будет несколько точек фокусировки или одна точка фокусировки, но она ограничивается размером самой точки фокусировки. Вот эта зона фокусировки, а на беззеркальных камерах вы можете сделать ее еще меньше. И вот этим нужно пользоваться, и если вам нужно фотографировать там сквозь листья или фотографировать через какие-то другие препятствия, то вы просто уменьшаете точку фокусировки до тех пор, пока она не пролезает туда, куда нужно. Ну, это самый простой такой способ. Иногда бывает тоже еще одна проблема, которую люди не замечают поначалу, обращают на нее внимание потом. Может быть такая ситуация, что не промах по фокусу произошел и привело к дефекту изображения, а произошел небольшой так называемый смаз, микросмаз называется. И он тоже при сильном увеличении воспринимается как промах по фокусу. То есть кажется, что человек промазал мимо фокуса, а на самом деле здесь произошел микросмаз. Что такое микросмаз? То есть когда вы фотографировали, человек успел пошевелиться, немножко подвинулся. То есть вы снимали, вы фотографируете, и в этот момент человек там вздохнул, охнул, повернулся боком. Или вы фотоаппаратом немножко махнули, и изображение получилось немножко смазано, да, и отсюда получается эффект то, что это не резко. Как отличить промах по фокусу от смаза? Очень просто, на самом деле, смотрите, вот если есть какая-то мишень, то есть я фотографирую крест, да, красивый, на стене, например, нарисованный. Вот я пытаюсь его фотографировать, то если у меня будет промах по фокусу, то у меня размытие будет во все стороны. Ну то есть я посмотрю, и вертикальная и горизонтальная палочка, они у меня размываются одинаково во все стороны. А если это будет микросмаз, то у меня будет получаться, что какие-то оси будут размываться сильнее, а какие-то будут слабее. Ну то есть видите, горизонтальная, например, палочка, она осталась в вертикальном положении четкой, да, она не размылась. Зато в горизонтальной плоскости размылась, потому что был смазан большой. А вот вы смотрите на мелкие объекты, если видите, что объекты имеют такие вид, как черточек таких, да, то есть размытых какую-то в одну сторону, то это означает то, что вы фотографировали на такой длинной выдержке, что получилось, что человек в момент фотографирования пошевелился и получился смазан. Это тоже имеет смысл избегать. Ну и какие могут быть общие советы по работе с автофокусом? Первое, что вам нужно научиться сделать, обязательно нужно научиться, и про что мы говорим на курсе основы фотографии, нужно управлять зоной фокусировки, то есть нужно научиться, как ее двигать по экрану. То есть если говорить про репортажные, например, фотографии и репортажные съемки, то на репортажных фотоаппаратах не зря сделано много точек фокусировки, они стараются, производители, да, когда делают репортажные камеры, стараются этими точками фокусировки покрыть все поле кадра, ну, по возможности, да, так, чтобы везде были эти точки фокусировки, их много, там, в два ряда, в три ряда бывает, если говорить про фазу, если говорить про зеркалку, а без зеркалки там вообще можно в любой угол эту зону фокусировки сдвинуть. И поэтому, когда вы снимаете, вы должны придвинуть эту точку фокусировки как можно ближе к тому объекту, который должен быть резким. Вот стоит человек у вас сбоку, вы должны этот квадратик сдвинуть так, чтобы он попал ему на лицо, да, или там снимаете автомобиль, который выезжает сбоку, вы должны разместить этот квадратик там, где будет у вас автомобиль. То есть вы должны двигать точку фокусировки, а ее через некоторое время, когда вы научитесь, это делается довольно быстро, просто двигается вправо, влево, да, а если у вас тачскрин, то это вообще делается элементарно, просто тыкайте пальцем в ту область, где вы хотели бы видеть эту точку фокусировки. Второе. Устанавливайте правильный грипп. Многие фотографы любят снимать с малый грипп, особенно начинающий. Почему это происходит? То есть с малый грипп, это место, когда все размыто сзади, маленькая деталь какая-то резкая, да, то есть что-то небольшое, какая-то область резкая, а все остальное размыто. Очень любят это снимать, покупают специально светосильные объективы, которые сильно размывают фон, на эту тему очень много зарубок в интернете. Так вот это делают почему? Потому что упростить задачу. То есть довольно часто начинающий фотограф упрощает задачу. Он делает так, что, ну, какие-то вещи становятся неважными, например, фон становится неважным. Если его сильно размыть, то он неважно какой, чистый, грязный, красивый, там, некрасивый, убранный, не убранный, да, там просто белые какие-то цветные пятна такие, да, размытые на заднем плане, никто не знает, что там. И это не сказать, что это плохо, нет, это неплохо, но это упрощение, а любое упрощение — это уменьшение количества информации, а фотография — это рассказ, это какая-то история, которую доносите до зрителей, поэтому важно, чтобы эта история была интересной, важно детали, подробности, да, поэтому, если мы посмотрим, у многих фотографов с большим опытом, у них фон уже не так размыт, и чем больше опыт, тем меньше размытие фона. На это обратите внимание, посмотрите, на работы многих мастеров, которые, в принципе, хорошо снимают, да, и можно в интернете много найти, вы увидите, что фон, да, может быть размыт, он не обязательно будет четкий, там, резкий и звонкий, он может быть размыт, то размыть его значительно слабее, чем у начинающих фотографов, которые очень любят сильно размывать фон. Ну, вот примерно так. Поэтому управляйте грипп, держите камеру правильно, про это я рассказал, к этому нужно себя приучить, очень многим людям это тяжело дается, почему-то, не знаю почему, это на самом деле ничего сложного, взял, что это подставка, представил себе, и дальше кладешь на него фотоаппарат, а правой рукой ты оператор фотоаппарата, и ты крибли-крабли-бумс, что ты там управляешь этим фотоаппаратом, и следить за выдержкой, это следующий пункт, то есть нужно делать так, чтобы выдержка не была длинной, если будет длинная выдержка, будет смазанное изображение, ну, к смазам мы еще вернемся, и делать дубли, снимать много дублей, то есть если вы знаете за собой такую проблему, что промахиваетесь, снимайте не один кадр, снимайте два, три, четыре про запас, потому что бывает, что, ну, что-то пошло не так в момент, когда вы фотографировали, кто-то двинулся, кто-то тронулся, ну, и вот если вы сделаете несколько дублей, то будет хорошо. Это вот примерно так с автофокусом, там какие-то вопросы были, Алексей задал, как правильно использовать следящий автофокус при съемке динамических сюжетов, это очень общий вопрос, и мне сложно не ответить, потому что все зависит от фотоаппарата, все зависит от условий, все зависит от многих вводных и переменных данных. То есть если отвечать на этот вопрос в общем, то братья используют, но это неправильно, некорректно, поэтому я так говорить не буду, следящий автофокус обычно используют действительно, когда у вас какие-то есть сюжеты, которые движутся, и вам нужно почитать инструкцию по эксплуатации своего фотоаппарата и понять, какой режим будет наиболее подходящим, потому что, допустим, Fuji это одна система, у Kenna другая, у Nikon третья, да, есть там разные помощники, и поэтому сказать как-то конкретно, не знаю, ни модели фотоаппарата, ни задачи какая стоит, ни сюжет, который снимается довольно сложно, и поэтому я не могу ответить на этот вопрос подробно как-то и вменяемо. А нет ли упрощенной формулы расчета или соотношения гриппа диафрагмы? Нет, простой формулы нет, к сожалению, будет много сложностей в расчете грипп, там очень сложная формула, и поэтому проще всего экспериментальным путем настраивать технику. Через некоторое время вам придет эмпирический опыт на помощь, да, и вы будете уже понимать, что вот если здесь открыть диафрагму, то будет больше размыть, если здесь прикрыть, будет меньше, здесь отойти подальше будет больше и так далее. Вот это все можно уже потом будет понимать на уровне интуитивном. Вот, есть калькуляторы, да, абсолютно верно, но грипп-калькуляторы, они нужны, не могу сказать, что в каких-то очень постоянных целях, да, то есть вот прям так, чтобы залезать в калькулятор, и там нужно будет выставить обязательно все параметры, нужно указать, каким вы фотоаппаратом снимаете, чтобы этот калькулятор понял, какая у вас матрица там полноформатная, там кропнутая. Дальше нужно будет указать расстояние до объекта съемки, это самое сложное, да, потому что сложно померить расстояние до объекта съемки, нужно указать свою диафрагму, нужно указать фокусное расстояние объектива, и тогда он вам рассчитает, какая будет глубина резкости. Для чего все эти калькуляторы нужны? На самом деле они нужны, если вы снимаете в условиях, когда вы не можете посмотреть результат, ну, например, вы снимаете на пленку, и вы снимаете какие-то объекты, которые не знаете, будут они у вас в глубине резкости или не будет. Ну, например, вы снимаете на пленку автомобиль. Автомобиль большой, да, он там 4 метра в длину, там 5 метров бывает длина, они разные бывают, но вот они большие. И вы должны сделать кадр, в котором весь автомобиль от усов до кончика хвоста должен быть резким. Но вы результат не можете посмотреть, ну, по каким-то причинам не можете его посмотреть. Или у вас нет, допустим, вы снимаете на цифровую камеру, но нет монитора, на который вы можете посмотреть сразу результат. Значит, вы должны быть уверены в том, что ваш автомобиль будет весь резким. Как это может быть уверенным? Только вот взяв как раз этот калькулятор, возьмете калькулятор, вобьете туда цифру, у меня вот такой-то объектив, такие-то фокусные расстояния, вот если я буду использовать такую-то диафрагму на таком-то фотоаппарате, на таком-то расстоянии я буду снимать, какая у меня будет глубина? Смотрите, там, 5,5 метров, о, отлично, все, у меня весь автомобиль будет резкий, например, да, потому что он там 4 метра, а 5,5 метров будет вам глубина резкая, ну, примерно так. Если вы снимаете, действительно, невесту, то никто не будет ждать, пока вы там рассчитаете этот грипп, поэтому снимайте просто с запасом, да, снимайте чуть более прикрытую диафрагму, старайтесь не использовать сильно открытую диафрагму и используйте другие параметры, которые увеличивают грипп. Ну, про это обязательно все тоже говорим на курсе основы фотографии. Следующий пункт, почему мои фотографии получаются смазаны, то есть тоже довольно часто люди вот так вот задают вопрос, вот я делаю снимки, они получают смазаны. Почему? Давайте с этим разбираться тоже. То есть, когда у нас картиночка немножко вот так вот сдвинута, да, и она получается смазанная, это называется эффект смаза, возникает он по нескольким причинам, из-за того, что, когда вы фотографируете, у вас фотоаппарат начинает снимать, у него затвор открывается, да, свет начинает попадать внутрь фотоаппарата, либо сам фотоаппарат может пошевелиться, то есть вы снимаете, и в момент, когда вы фотографируете, сами пошевелились. Либо объект съемки пошевелился, ну, то есть он там шел, ехал, бежал, вот, и так далее. Вот, например, иногда смаз будет работать на сюжет, то есть иногда он вполне уместен, передает нам динамику, скорость, движение, иногда бывает смазанный кадр смотрится даже очень неплохо, мало того, может быть, кадр весь смазанный и перемазанный, может быть, кривой и косой, но при этом смотрится довольно симпатично. Вот как мне вот эта фотография очень нравится, Валентина Волосенко некого, с кем я не знаком, но фотография мне очень нравится, попалась мне на просторах интернета, и поэтому я очень люблю ее показывать, хотя она вся с точки зрения фотографии технический брак, но она довольно симпатичная, на мой взгляд. Я не призываю вас любить эту фотографию, но мне кажется, довольно прикольная. А вот, например, фотография, которая вообще выглядит прикольно даже безотносительно к тому, что она там смазанная, не смазанная. Она просто прикольная по сюжету, то есть вот такие гонки на лодках, и мы видим, что здесь грибцы смазаны, потому что в момент, когда фотограф фотографировал, они успели сделать аж целый грибок. Здесь у нас лодки едут, и поэтому получается смазанный фон, но барабанщик на лодке номер 3 дает команды, и он четкий и резкий, потому что фотограф следил за ним фотоаппаратом в момент, когда фотографировал, и скорость движения фотоаппарата совпала со скоростью движения барабанщика на командира, на лодке номер 3. Это, конечно, сложно, потому что, чтобы сделать такой кадр, должна быть хорошая подготовка, должно быть хорошее умение, плюс изрядная доля везения. То есть даже человек, который очень хорошо подготовленный, хорошо знает этот прием, называется съемка с проводкой такой прием, и в одной из домашних заданий у нас есть как раз на курсе основы фотографии сделать такой кадр, я подробно рассказываю, как это делается. И поэтому, безусловно, даже знание не гарантирует вам получение хорошего кадра. Тут нужно еще и попотеть именно в плане того, что это сложно, в плане того, что должна быть определенная удача. Вот. Барабанщик в академической гребле, я не знаю, какая она, академическая или нет, тут мне сложно сказать. Какая это гребля, я не разбираюсь в гребле, но вот видите, есть барабанщик, и это не я придумал. Это, видимо, какие-то национальные соревнования. Один раз я попал, довольно интересно, мы путешествовали с семьей, попали в город, который, по-моему, называется Ванс. Не, не Ванс, Ванс, это было рядом, это во Франции, это понятно, откуда Прованс, да, и там в центре города Ванс, а какой-то было рядом. Короче, я не помню, какой город, я могу посмотреть, где-то у меня в записях это есть. И там было довольно забавно, если мы попали в праздник, там каналы, вот такие же, как в Венеции, такие длинные каналы, и в каналах происходит соревнование. Там вот такие гребные конструкции, лодки, и на корме сидит человек с пикой. Вы знаете, вот как вот эти турниры, когда на лошадях рыцари едут, и друг к другу в щиты бьют этими длинными пиками, и кто упал, тот проиграл. Вот тут то же самое, только на канале, вот такие гребные конструкции, там человек сидит по 15 с каждой лодки, которые гребут, и на специальных приступчиках наверху, сзади прям такие сидят эти пикадиры, с огромными длинными пиками и со щитами. И вот они разгоняются, эти две лодки, потом эти весла складываются, и они проезжают мимо друг друга, и эти тыкают друг к другу пиками. Я ничего более безумного не видел в своей жизни. Это, конечно, выглядит очень странно, но к вопросу, там кто-то задал вопрос, барабанщик в академической гребле. Я, если бы сам с моими глазами не видел, что вот такие развлечения есть у людей, не поверил бы, да, вот по описанию это выглядит абсолютная дичь такая. Но такое случается, и, в принципе, я думаю, что по моему описанию вы сможете найти фотографий в интернете этого праздника довольно много. Не только мои, есть еще и другие. Что нужно помнить, когда вы работаете и пытаетесь избежать смаза? Нужно помнить, что чем длинно, более длиннофокусный у вас объектив, тем больше будет получаться вероятность смазанного изображения. То есть вот этот момент нужно держать всегда в голове. Почему так происходит? Ну, есть длиннофокусные объективы, есть короткофокусные объективы. Если говорить кратко, не вдаваясь в подробности, короткофокусные объективы имеют широкий угол зрения. То есть это вот то, что снимает пейзажи, там тесные квартиры снимают этим вот как раз объективом, да, когда вам нужно, чтобы все уместилось в кадр. И если вы снимаете широкоугольный объектив, у вас широкий угол зрения объектива, и вы фотографируете, не знаю, там, вот какой-нибудь пейзаж, да, фотографируете морской, да, и в момент, когда вы фотографируете, немножко качнулись. То есть представьте, да, что вы стоите, там, под ногами камушек качнулся, и вы фотографировали этот пейзаж, в момент, когда вы фотографируете, немножко качнулись, ну, что поменяется у вас? Ничего примерно не поменяется, потому что, ну, станет чуть больше неба, будет меньше чуть земли. Принципиально картинка от этого никак не изменится. Как был пейзаж, так и будет пейзаж. А теперь представим себе, что у вас вот такая большая подзорная труба, то есть вот такой большой объектив, огромный, да, который очень имеет узкий угол зрения, и он выхватывает вам из всей картины мира, он выхватывает какой-то маленький объект, его крупно показывает. И вот вы навелись, не знаю, там, вот нашли какую-то интересную, смешную пару, там, на пляже, она вам показалась веселой, вы навелись на одного человека, и в момент, когда вы фотографируете, немножко качнулись. Точно так же качнулись, как и в первом случае, но вы чуть-чуть качнулись, но у вас в объективе оказалось уже в кадре, да. Не вот этот человек, на котором, а вообще другая пара, которая лежит там в трех метрах, да, потому что небольшое смещение вот этого луча на большом расстоянии, да, приводит к тому, что уже другой объект будет в кадре. Поэтому, когда вы шевелите большим объективом, вот эта длинафокусная, да, вероятность смаза значительно выше, да, того, что картинка поменяется, будет смаза значительно выше. Это нужно учитывать. Вот, и самый простой способ снимать без смаза, чтобы картинки были не смазаны, были четкие, снимать, ну, как можно более короткие выдержки, то есть использовать более короткие выдержки. То есть снимать, настройки такие делать, чтобы выдержки были короткие, чтобы объект, который движется, не успевал никуда двигаться в момент, когда его фотографировать. То есть вот там, бух, и вот эти брызги никуда не успели вылететь, быстрая выдержка заморозила их в воздухе. Еще один очевидный способ снимать со штатива. То есть взять штатив, поставить камеру на штатив, тогда все объекты, которые будут статичные, ну, то есть улицы, дома, природа, небо, скорее всего, будут оставаться на своих местах, и они будут получаться четко, даже если вы будете снимать с длинной выдержкой. При этом нужно помнить, что лучше всего, если снимаете со штатива, использовать удаленный спуск, как я уже говорил, либо пультик, либо вот тросик, вот на некоторых камерах есть такой механический тросик, раньше он был очень популярен, вы нажимаете на кнопочку, не на самом фотоаппарате, а вот на этом тросике, и у вас срабатывает затвор. Есть электронные пультики, которые управляют, есть камеры современные, беззеркальные, которые управляются со смартфоном, то есть вы можете соединить камеру Wi-Fi с фотоаппаратом, со смартфоном, да, и нажимаете кнопку на смартфоне, и камера будет снимать. Для чего это делается? Для того, чтобы избежать влияния рук человека на камеру, даже если она стоит на штативе, прикосновение пальцем, когда вы будете давить пальцем, вызовет колебание всей системы, то есть штатив будет некоторое время трястись. Может быть это будет незаметно глазу, но для фотографии это заметно, это ощутимо, поэтому желательно, чтобы вы не пальцем нажимали, да, а что-то другое запускало эту систему, например, там, тросик, удаленный спуск, или таймер, про который я уже говорил. То есть нажали на кнопку, камера отчитала 10 секунд, тряска успокоилась, в этот момент чпок, и вы делаете снимок. Тоже вариант. Если у вас нет штатива, то можно использовать разные народные приемы, например, один из народных приемов это использование ремня в качестве такого более жесткого фиксатора. Например, когда вы берете ремень, сильно натягиваете его, он прям врезается вам в шею, да, это тяжело, и сложно, вы боретесь с этим ремнем, и у вас натянутый ремень работает как некое подобие штатива. Еще один вариант какой-то, который можно сделать, можно привязать к веревку снизу к фотоаппарату. Как привязать? Например, бывает, туда вкручивается площадка для штатива, это вот такая вот площадочка, и там есть кольцо. В этом кольцу можете привязать веревку, ну или можно просто обмотать фотоаппарат и привязать веревку, грубо говоря, к фотоаппарату тупо просто так. А на веревку наступаете ногой, которая на земле один конец, и потом резко натягивать, ну не резко, а сильно натягивать эту веревку. Она у вас такая, как струна, получается, натянута, и это тоже работает как некий штатив. Да, это, конечно, дает нам некие колебания, то есть если вы будете снимать там 10 секунд, и вы будете стоять с такой штукой, вы все равно будете колебаться, и снимок будет смазанный. Но если вы захотели снимать, допустим, там, 1,5 секунды, там, 1,2 секунды, и у вас нет штатива, то вот натянутый вот так вот ремень или веревка, которая на земле, и вы на нее наступили и подняли камеру, натянув сильно веревку, стоя на ней ногой, тоже позволяет, в принципе, неплохо стабилизировать изображение. Ну и правильно держать камеру. Помните, да, вот этот юноша неправильно держит камеру, потому что в таком случае, когда он держит вот так камеру, он держит на весу еще собственные руки. Что приводит к тому, что вероятность смаза возникает значительно больше. То есть правильно держать левую руку, прижимаете к туловищу, потом кладете на нее в фотоаппарат, и потом снимаете. Важно качать руки. Многие люди говорят, ну что-то ерунда какая-то, зачем, что это, ха-ха, шутка. Нет, не шутка. Нужно качать руки, нужно качать бицепсы. Особенно это касается людей, у которых, ну такая, скажем, очень конституция легкая, да, то есть это девушки разные бывают, дети, подростки, да, у которых еще нету крепких рук. Да и мужчины такие сейчас встречаются, чего уж там говорить. Бывает такое, да, те люди, у которых нет крепких рук, и им кажется, что это смешно. Нет, это не смешно, это нужно тоже усиливать, потому что крепкие руки позволяют вам крепче держать камеру, дольше снимать с неподвижным, получается, фотоаппаратом, и лучше получать результат. То есть это тоже важный момент, про который стоит не забывать. Гантельки, отжимания, все это работает. Во время съемки важно избегать неустойчивых положений. То есть вот делать так, чтобы эти неустойчивые положения были по минимуму у вас там присутствовали. Ну то есть вот такая съемка в таком положении, скорее всего, не даст вам возможность получить каких-то четких кадров, придется ставить очень короткую выдержку, и как-то, как-то пытаться сделать там хорошую мину при плохой игре. Поэтому нужно искать какую-то более устойчивую позу. Даже если вы просто облокотитесь нам на фонарный столб, там, или обопретесь на стену, или сядете на скамейку, да, или просто сядете на землю, это все будет у вас уменьшать количество колебаний. Вот, и вот, например, девушка здесь дает нам как раз мастер-класс по правильной жесткой позе, да, потому что в этом случае у нас получаются сплошные треугольники, да, треугольники, как вы знаете, жесткая фигура, и колебаться тут особенно нечему. Ну, может быть, она выглядит в странной позе, но, тем не менее, она довольно такая, с точки зрения отсутствия колебаний, она лучше, чем просто стоять и держать камеру в руках на весу. Важно снимать, опять же, если хотите снимать без смаза и получить несмазанное изображение, снимать серийные кадры, да, сделать серийную съемку, ставить, да, и тогда у вас будет вероятность того, что один кадр какой-то из этой серии будет не смазан, она будет значительно выше. И еще один важный момент, который не на всех фотоаппаратах есть, опять же, на беззеркальных камерах встречается чаще, нужно использовать электронный затвор. Электронный затвор — это когда у камеры, ну, как вот в нашем смартфоне, например, когда вы нажимаете на кнопку спуск, там внутри механического никакого движения нет, да, то есть ничего механически не движется. Ну, соответственно, это работает как включилась матрица на запись и выключилась после того, как прошло определенное время, да, вот, которое вот выдержкой называется. Это очень утрированно, очень примитивно. Не на всех фотоаппаратах этот электронный затвор есть, не на всех фотоаппаратах он корректно работает, не везде его, всюду его можно использовать, там есть куча ограничений с этим электронным затвором, но все-таки, если он есть, то его можно использовать для того, чтобы снимать изображение без смаза, если вы хотите получить съемку на каких-то длинных выдержках, не смазанную, да, такое может быть, тоже можно его использовать. Итак, какие могут быть советы по съемке без нежелательного смаза? Ну, во-первых, старайтесь снимать с короткой выдержкой. Это не всегда возможно, но старайтесь, старайтесь сделать так, чтобы выдержка была как можно более короткой, да, за этот промежуток, когда у вас тогда будет открыт затвор, никто не успеет пошевелиться, и все будет четко. Снимайте со штатива или с упора, если у вас такая возможность есть. Кстати, люди говорят, ну вот у меня нет штатива, я хочу снимать, мне нравится ночной пейзаж, вот я увидел, ну как я могу снять? Ну никак, да. Да пожалуйста, на самом деле много есть, поставить камеру можно на лавочку, можно поставить ее на землю, можно поставить ее там на ветке, закрепить дерево какого-то, которое неподвижно стоит, на бордюры, на всякие разные вещи, разумеется, стоять рядом, да, потому что если вы поставите на лавочку и уйдете, то камера тоже уйдет, скорее всего, вот рано или поздно. Поэтому лучше находиться рядом, но возможно там на крыше автомобиля поставить. Но при этом желательно, конечно, не поцарапать автомобиль, да, и быть уверенным в том, что владелец автомобиля будет не против, что вы на крыше этого автомобиля поставите камеру. Просто тоже вспоминается такой момент, одно время у меня был очень смешной автомобильчик, такой желтый мини-копер, они только-только появились. То есть в Москве вот я купил его себе одним из первых, и никто не мог пройти мимо этого автомобиля, видимо, потому что я каждый раз, когда приходил после парковки, там обязательно были следы поп на капоте, то есть девушки, проходящие мимо, садились и в пыли там, да, них даже не смущало, что пыльная машина, садились и, видимо, позировали. Меня это жутко раздражало, я помню, но вот ничего поделать с этим было нельзя, потому что, ну, это-то обратная сторона. Поэтому нужно убедиться, что хотя бы как минимум водитель не сидит в машине, когда вы ставите фотоаппарат на крышу автомобиля, или что автомобиль ваш, и вы не против. Но, тем не менее, возможность, на что поставить камеру, всегда есть, это нормально, да, не всегда штатив нужен, можно обойтись какими-то другими средствами. Держите камеру правильно, если нет штатива упора, помните, да, про это я говорил. Используйте стабилизатор, вот мы уже про него говорили, если есть возможность использовать стабилизатор, то и нужно использовать. И делайте дубли, снимайте сериями, снимайте сериями, но это позволит вам получить хотя бы один кадр в этой серии, скорее всего, не смазанный. Хотя, конечно, если вы будете снимать с очень длинной выдержкой, то ничто не гарантирует. Вот, а мы идем дальше. И вопрос, почему мои кадры слишком темные, или, наоборот, слишком яркие? Что происходит, из-за чего такая ситуация? Давайте с этим разбираться тоже. Такое тоже может быть, вы делаете фотографию, и она получается слишком темная, или слишком... А вам хотелось бы другое, давайте с этим разбираться. Ну, небольшая ремарка. Тут такой момент, да, что фотограф при настройке фотоаппарата всегда должен первым делом смотреть на кадр. То есть есть куча помощников, есть куча подсказчиков, мы про них сейчас будем говорить, в том числе будем упоминать такие вещи, как экспонометр, встроенный фотоаппарат, там, гистограмма, все это очень здорово. Это помощники. То есть на них можно смотреть, на них можно как-то опираться, но это не значит, что они у вас там являются главными, важными, основными. Это всего лишь помощники. Главное, на что вы должны смотреть, на экран своего фотоаппарата, на то, как вы снимаете, на кадр, по сути, сам. Поэтому вам нужно подружиться с экраном своего фотоаппарата. Что значит подружиться? Вам нужно посмотреть, если вам кажется, что ваш экран вашего фотоаппарата врет, то есть он показывает не так, как на самом деле, то есть вы приходите домой, а там, получается, снимки все темнее, да, или все снимки получаются слишком яркие. Вы думали, что нормально, а они все слишком яркие. Вам нужно разобраться, кто врет, и настроить свое, как минимум, восприятие, чтобы это понимать. Кто врет? Может врать экранчик фотоаппарата, может врать экран вашего компьютера. Чтобы экран вашего компьютера не врал, вам нужно его откалибровать. Это обязательно условие. В любом случае, если вы хотите заниматься фотографией, вам нужно откалибровать тот монитор, с которым вы будете работать. Неважно, какой это будет монитор, это будет ноутбук, это будет санкционарный компьютер, это будет большой монитор, маленький монитор. Неважно, вы должны его откалибровать. MacBook ничем не отличается, его тоже нужно калибровать, и все компьютеры Mac, Apple, они все тоже должны быть откалиброваны. Устройства, на которых вы будете вводить изображение. Тогда вы будете уверены, что устройство показывает правильно. Калибровку самому сделать довольно сложно, потому что для этого нужен опыт, это главное. А второй нужен приборчик специальный, который на присоске крепится к экрану монитора. И запускается программа, которая выводит на экран картинку, а это устройство, которое стоит на экранчике, на присоске, а там стоит камера. И она считывает то, что получается, и смотрит разницу. Должно быть так, а на самом деле так. Получаете профиль, который устанавливаете потом в системе. То есть это целая история, которую лучше знать. И, соответственно, вот тут моменты нужно понимать, что ваш экран как минимум дома будет откалиброван и будет показан правильно. На гистограмму можно смотреть, еще раз повторюсь, Дмитрию, но гистограмма не хороший нам подсказчик. К сожалению, гистограмма очень часто ошибается и показывает неправильный и неверный нам результат. И поэтому иногда бывает про нее говорят, что вот, гистограмма, она лучше всего помогает, и на нее нужно смотреть всегда и везде. К сожалению, нет. Она, во-первых, показывает информацию только о JPEG, она не показывает информацию о RAVI. К сожалению, это большая проблема гистограмма. Первый момент, а второй момент, она порой ошибается. И довольно часто. Но неважно, на что вы будете смотреть. На гистограмму, пожалуйста, это ваше право. На работу встроенного экспонометра, на экран своего фотоаппарата. Поняли, да, что он слишком темно показывает или слишком светло, и вы мне держите поправку, на что должно быть. Если вы видите, что кадр, с ним что-то не так, вы должны предпринять меры. То есть вы должны что-то сделать. То есть нужно что-то сделать. Дождаться, например, другого времени, когда будет солнце по-другому, и снять с другими настройками. Настройки у нас всего лишь три, которые влияют на яркость. Это диафрагма, выдержка и ISO. Всего три параметра, которые влияют на нас на яркость изображения. Причем диафрагма и выдержка влияют на экспозицию, то есть они влияют на количество света, которое улавливает у нас матрица фотоаппарата. А ISO — это усилитель сигнала, то есть полученную картинку, которая снимается с матрицы, усиливает и расслабляет. Делает ярче либо темнее. Вот эти три параметра. И мы знаем, что открытая диафрагма дает нам больше света, закрытая диафрагма дает нам меньше света. Маленькие цифры, которые, если мы настройки начинаем крутить, в настройках диафрагмы, там 1,4, 2 — это открытая диафрагма, там, типа, 22 — это закрытая диафрагма. Закрытая диафрагма — это маленькая дырочка, через которую проходит мало света. Открытая диафрагма — это большая дыра, через которую проходит много света. Выдержка. Соответственно, длинная выдержка, если у нас затвор открылся и долго открыт, и падает, и падает, и падает свет, это, соответственно, получается яркое изображение, когда секунды, несколько секунд выдержка. Короткие выдержки, когда доли секунд, там, тысячные доли секунд, да, это означает, чик-чик-чик, открылся, закрылся, значит, короткая выдержка, это, значит, темное изображение. Ну, и ИСО, это у нас, соответственно, есть низкие величины, то будет темная картинка, большие величины, будет светлая картинка. С ИСО там все очень сложно, и поэтому это целая отдельная тема для большого обсуждения. Она, разумеется, у нас всегда, эта тема поднимается на курсе основы фотографии, там мы про это говорим. Но, чтобы было понятно, это все непростая такая тема из ИСО, поэтому мы немножко так ее аккуратненько обойдем здесь. Итак, если вы хотите, чтобы снимок был темнее, то вы закрываете, например, диафрагму, делаете короче выдержку или понижаете ИСО. Либо делаете все сразу, либо делаете что-то сначала, что-то потом, это уже дело ваше. А если вы хотите, чтобы снимок был ярче, вы открываете диафрагму, делаете более длинную выдержку и увеличиваете значение ИСО. То есть вы можете, опять же, все сразу делать, что-то одно делать, ну, в зависимости от задачи. Контролировать этот процесс нам помогает, да, вот как раз Дмитрий подсказывает, есть такой у нас лайв-класс, да, где можно посмотреть про ИСО. Вот, и контролировать мы можем при помощи гистограммы, как я уже говорил. Ну, если мы посмотрим на гистограмму и увидим вот эту статистику распределения пикселей по яркостям, это статистика, да, вот сколько каких пикселей. Нам программа считает, что такое гистограмма. Она говорит, вот у нас есть картинка, картинка состоит из пикселей. И этих пикселей есть там темные, средние, светлые. Ну, я условно говоря, да, очень просто такое деление. И вот она говорит, темных пикселей вот столько-то, средних пикселей столько-то, и рисует нам графики. а ярких пикселей вот столько, то у нас она рисует вот эти графики. Каких пикселей сколько? Если все эти пиксели, эти пики графиков у правого края, то снимок, скорее всего, будет яркий. Если у нас у левого края, то снимок, скорее всего, будет тёмный. А если как-то распределяется на все эти вот плашки, то, скорее всего, снимок будет нормальный. Скорее всего, потому что есть много исключений. Главное, что нужно помнить, что гистограмм влияет только на JPEG, на RAV не влияет. Ну, ещё нам помогают встроенные экспонометры. То есть если мы смотрим в видоискатель или смотрим на экране, вот есть такая небольшая шкала, где как раз бегает рисочка, которая нам показывает, опять же, будет снимок темный на тех настройках, которые вы сделали, или он будет светлый, или он будет нормальный. Если нормальный, то возле нуля эта рисочка, а если он, соответственно, в минус, то будет темный, если в плюс, то будет яркий. Это тоже помощник, который нам помогает. В ручном режиме это очень нам хорошо помогает. В автоматических режимах или полуавтоматических PAS вот этих режимах фотоаппарат нам помогает коррекция или поправка экспозиции. Такая есть кнопочка отдельная, плюс-минус. Мы ее нажимаем, и если крутим в плюс, то картинка становится ярче, если крутим в минус, то картинка становится темнее. Но все равно это достигается за счет жонглирования тремя параметрами, про которые я уже говорил, диафрагма, выдержка ISO. Вы можете в ручном режиме самостоятельно переключиться в буковку M, мануальный режим, и в ручном режиме самостоятельно эти колесики крутить в нужном вам направлении. То есть, если вы хотите, чтобы было ярче, вы должны открывать диафрагму, делать более длинную выдержку и делать более высокое значение ISO. Можно сначала одно, можно потом другое, можно все сразу, в зависимости от сюжета. Это важный момент, который пока мы сейчас не будем поднимать. Можете, соответственно, если хотите, чтобы было темнее, то будет обратное значение, то есть будете крутить диафрагму так, чтобы она была более закрыта, ISO понижать, выдержку делать более короткой. Это в ручном режиме. А поправка экспозиции, она работает у нас в режиме PAS. Может ли корректировка экспозиции заменить ND-фильтр? Да, разумеется, может в какой-то степени. Дело в том, что ND-фильтр, его ценность, ценность ND-фильтра, это специальная накручивающаяся темная стекляшка на объектив, а ценность ND-фильтра в том, что когда вы настройками не можете исправить, скорректировать что-то, тогда он вам приходит на помощь. Ну, когда это бывает нужно, когда ND-фильтры нужны. То есть, примитивно, как правило, в лоб, изменяя настройки, вы можете сделать картинку либо темнее, либо светлее, и тем самым, соответственно, можете без ND-фильтра сделать картинку более темной или более светлой. В нужном вам направлении. Но, иногда бывает, например, такая задача, я хочу снимать с длинной выдержкой в яркий солнечный день. Ну, то есть, вот у меня такая вот идея фикс. Я хочу снять водопад, чтобы он был смазанный, чтобы он были вот эти струи, не капли воды отдельные, летящие в воздухе, а чтобы они выглядели вот как вот длинная такая вот колбаса, и она такая смотрится смазанная, очень красивый водопад на длинной выдержке. Но при этом яркий день. И я не могу приехать вечером на это место, вот я приехал к этому водопаду, вот только сюда меня привезли, на них у меня есть час на съемки. Я хочу вот такой снимок. Яркий солнечный день. Я поставил низкое значение SO. Я поставил максимально закрытую диафрагу. Вот сделал два этих параметра, которые влияют на нас на яркую снимку, и все равно у меня получается, если я хочу снимать с длинной выдержкой, ну, допустим, одна секунда, чтобы это была размазанная вода, ну, или даже полсекунды, чтобы она была более-менее размазанная, все равно получается слишком яркая картинка, белое молоко. Вот в этом случае нужен ND-фильтр. Вот тогда вы его накручиваете. Это обычные, как вот солнцезащитные темные очки, да, вот, которые мы носим на глазах. То же самое только для объектива. Накручивается темное стекло, часть света, он отсекает этот ND-фильтр, и вы можете снимать на длинной выдержке. Так-то вы можете поставить короткую выдержку, и тогда у вас будет темный кадр и без ND-фильтра, да, вы можете сделать. Но вы тогда не снимите на длинной выдержке, у вас не будет тот сюжет, который вы хотели. Вот зачем нужен ND-фильтр. То есть компенсация здесь не поможет, разумеется. Да, если вы снимаете водопад на длинной выдержке днем, то есть она нужна нам, эта штука, стекляшка, для каких-то конкретных целей. Вот. Ну, почему не только для фото тоже ND-фильтр иногда бывает. Я бы я показал вам пример, для чего там на длинной выдержке днем, например, снимать. Это очень, кстати, не такая и редкая задача. Поправка экспозиции бывает в виде вот такого колесика, и вы ее крутите в плюс и в минус для получения более темного или более светлого результата, да, в зависимости от того, что нужно. Если крутите в плюс, то у вас будет получаться более светлая картинка, если в минус, будет получаться более темная картинка. Более подробно мы все это обязательно обсуждаем на курсе, как это работает и как это все устроено. Надо помнить, что в мануальном режиме коррекция или поправка экспозиции не работает. Про это очень многие люди забывают. Вот и очень часто говорят, ну как же, вот у меня я снимал в мануальном режиме, я покрутил коррекцию, поправку экспозиции в минус, а картинка не стала темнее. Вы же мне объясняли, она должна стать темнее, если я в минус кручу темнее, в плюс она светлее. Почему в мануальном режиме? Потому что в мануальном режиме все три параметра, которые влияют на яркость, вы задаете сами. То есть в этом и прелесть мануального режима, что вы все задаете сами. Вы говорите, какая будет диафрагма, вы говорите, какая будет выдержка, вы говорите, какой будет ISO. И камере просто не с чем сделать картинку темнее или светлее. Вы ей задали все параметры, которые влияют на яркость. Больше она ничем не может оперировать, у нее нет инструментов. И поэтому в плюс или в минус крутить эту поправку экспозиции ничего не будет меняться у вас, будет получаться одинаково. Тут какие-то вопросы еще. На некоторых объективах, например, 135, да есть переключатели расстояния глубины резкости. Нет, этот переключатель, смотрите, вопрос актуальный, что это такое, там, фокусировка на глазах, находящийся, например, на расстоянии более двух метров получить. Нет, смотрите, вот этот переключатель, который есть на многих объективах, действительно, как правило, такие переключатели встречаются на либо на макрообъективах, либо такие переключатели встречаются на длиннофокусных объективах. 135 миллиметров это довольно длиннофокусный объектив, но еще такие переключатели вы можете встретить на всяких разных репортажных объективах, типа, там, 300 миллиметров, да, там, 600 миллиметров, там будет тоже несколько позиций переключателей. Что делают эти переключатели? Там бывает как, обычно положение от, там, с какого-то расстояния до бесконечности, потом от какого-то расстояния до такого расстояния, и такого расстояния до такого расстояния, указано. Это все переключатель работы системы фокусировки. Внутри объектива есть линзы, которые ездят туда-сюда. Это система фокусировочных линз. Они перемещаются и позволяют вам наводиться на тот объект или на этот объект, что будет резким. Зависит от того, куда эти линзы передвинутся, туда или сюда они будут передвигаться. Так вот, если вы снимаете каким-то особенно длиннофокусным объективом подзорной трубой, то ход этих линз получается очень длинный, то есть они должны перемещаться очень далеко. Это конструктивная особенность объективов, и она должна перемещаться довольно далеко. И большое перемещение этих линз приводит к тому, что система фокусировки начинает работать медленнее. Ну то есть если вы хотите, например, сфотографировать, вот вы снимаете футбол. У вас большая подзорная труба, вот такая белая, здоровенная. И вы хотите снять человека, который пробегает мимо вас. Вы должны навестись на него. Навелись, система фокусировочных линз, жук, проехала на какое-то одно положение. Вот он пробегал, вы его сфотографируете. А теперь вы хотите сфотографировать вратаря, который находится далеко. Вы перемещаете фотоаппарат, нажимаете на кнопку, и система линз, жук, туда уезжает. И вот она туда-сюда ездит, и пока она едет, сюжет может уже убежать, потому что очень быстрое перемещение. И вот этот переключатель, он вам как раз и говорит, в каком диапазоне будет двигаться система фокусировочных линз. От какого-то расстояния типа, вот как вы там напишите, да, от 0,9 метров до бесконечности. Это означает то, что задействован весь диапазон перемещения. То есть, начиная от 90 сантиметров, которые исчисляются, кстати, не от торца объектива, а они исчисляются от специального обозначения матрицы на фотоаппарате. Если посмотрите наверху на фотоаппарате, как правило, есть такой значок, перечеркнутый кружочек. Вот такой вот, это значок, который обозначает положение матрицы, где матрица расположена в вашем фотоаппарате. Ну, то есть, вот от этого места начинает отсчитываться вот эта дистанция, минимальная дистанция фокусировки. 90 сантиметров, как вы сами написали, 0,9 метров на объективе 135 миллиметров 2, с диафрагмой 2. Соответственно, начиная с 90 сантиметров и до бесконечности, будет двигаться вот эта фокусировочная линца, и она будет у вас системой, да, и будет у вас возможность саграфироваться от 90 сантиметров, который отчитывается от вашей матрицы, до бесконечности вы можете объекты фотографировать, но это будет долго. Чтобы как-то сократить, вы перещелкните в другое положение и говорите, что, окей, пускай у меня будет с полтора метров наводиться и до бесконечности, и это будет происходить быстрее. То есть, вот эта система фокусировочных линз, половина участка, отрезка не будет проходить, она будет двигаться только в дальнем положении, которое соответствует наведению на фокус от 1,6 метров до бесконечности. То есть, это сделано для того, чтобы система фокусировки работала быстрее. Вот и все. То есть, на самом деле, просто действительно за этим нужно следить, потому что, если вы это переключите, то вы будете наводиться, например, да, не сможете навестись на объекты, которые находятся ближе, чем полтора метра к вам. То есть, вы будете пытаться, вот человек подошел, вы точно знаете, что вот вы делали такие кадры, а они не получаются резкими. Вот примерно так. В каком режиме съемки лучше работать для контроля экспозиции кадра при съемке репортажа? При съемке репортажа, если это быстрый динамичный сюжет, то я рекомендую режим S или TV, если его у Кэнона. Это режим приоритета выдержки. Вы задаете выдержку и снимаете с нужной вам выдержкой, а камера сама подбирает диафрагму, такую, какую нужно для сюжета. Если говорить про быстрый репортаж. Если репортаж не очень быстрый, ну, то есть, все двигаются вяло, ходят туда-сюда так спокойно, расслабленно, и вы можете спокойно это снимать, то я предпочитаю режим приоритета диафрагмы. Вот. Иногда бывает, что все настройки вы исчерпали, диафрагму открыли, выдержку сделали, длинную, весу подняли, а картинка все равно недостаточно яркая. Такое тоже может быть. Нужно быть готовым, что техника не может снять все подряд, и это тоже бывает пределом. Бывает такая проблема, тоже нужно это учитывать. Что, итак, резюмирую по экспонированию правильному, да, осваивать все режимы фотоаппарата. Про них мы очень подробно рассказываем на курсе основы фотографии. Все подробно, то есть, я про этот курс специально говорю, да, потому что у нас вся привязка, да, к этому курсу, и я про него рассказываю, да, постоянно, и говорю, что там это все объясняем. Потому что, к сожалению, в наш промежуток времени, который мы с вами, я не могу все-все впихнуть. Вы видите, я пытаюсь, да, я стараюсь все вам рассказать, и даже говорю очень быстро, быстрее, чем обычно. Но, увы, это не всегда возможно все это впихнуть, не впихуемый в этот промежуток. И поэтому осваивайте все режимы работы фотоаппарата. Первый момент. Второй момент. Сверяйтесь с экспонометром и с гистограммом, про который я уже говорил, смотрите, что они вам показывают. Третий момент. Используйте более продвинутую технику. Да, иногда бывает картинка, получается, слишком темная, потому что фотоаппарат не позволяет сделать более яркий кадр. Ну, есть у него ограничения. Ну, не снимает он на высоких ISO. Ну, все, да, ты старая камера, да. Значит, нужно купить более светосильный объектив, купить более новый фотоаппарат. Ну, уже нужно что-то делать с техникой. Такое бывает, и это нормально. Управляйте освещением. Тоже важный момент, про который многие люди забывают. Ну, понятно, что пейзаж вы, скорее всего, не сможете осветить. Но если вы снимаете портрет, то вполне можно сделать освещение, там, дополнительную вспышку взять, дополнительный свет. Это можно все это делать, это все вполне рабочее. Вот. Ну, и важный момент. Не бойтесь делать так, как нужно вам, потому что есть такая проблема, которая довольно часто в головах. Людям хочется делать все, как им говорят. То есть, вот, вам сказали, вы и делаете так. И они боятся сделать все это по-своему. И приходит тот момент, когда они хотели бы сделать темный кадр специально, да, осознно, в голове засело. Нет, нельзя делать темный кадр, это плохо. Или там, хочется сделать слишком яркий кадр, и там, даже с пересветами, а им там вдолбили в голову, пересвет – это брак, это технический брак, так делать нельзя. Это, на самом деле, это не так. И мы знаем массу фотографий, известных мастеров и известных авторов, у которых есть пересвет на фотографии, и никого это не волнует. Но это тоже тема отдельного большого разговора, который мы, разумеется, поднимаем на курсе основы фотографий. Кратко так. Итак, Игорь спрашивает, как правильно снимать против солнца. Вариантов очень много. Первый, при съемке против солнца, как можно сделать съемки, можно настроить соответствующим образом фотоаппарат, чтобы у вас нормально отображался тот объект, который стоит спиной к солнцу. Как правило, людей мы снимаем против солнца чаще всего. Это называется в контровом свете. То есть вы должны подобрать такую диафрагму выдержку ISO, чтобы человек, который вы снимали, или объект, который вы снимали, он был нормальный экспонент, был нормальный по яркости. Это можно сделать в ручном режиме, то есть взять буковку М, переставить, и дальше вы регулируете диафрагму выдержки ISO по вкусу, смотрите на экранчик до тех пор, пока тот объект, который вы снимаете, не окажется ярким. При этом вы, возможно, потеряете задний план, вполне возможно, что задний план будет уже не такой нормальный, он будет получаться слишком яркий, будет получаться светлым, там будет большая засветка от солнца, возможно. Что еще можно сделать в этой ситуации? Можно использовать разные способы заполнения переднего плана светом. Да, как это делается? Ну, например, при помощи большого отражателя, если у вас есть ассистент-помощник, есть большой кусок картона белого, или есть купленный отражатель в магазине, или есть белая простыня, это, кстати, не важно, что у вас будет, главное, чтобы был большой отражатель, и тогда вы настраиваете свой фотоаппарат так, чтобы нормально отображался задний план, точно так же в ручном режиме, берете, например, и делаете настройки, чтобы задний план был корректный, да, чтобы то, что сзади было, там, солнце, облака, земля, небо, было хорошо отображено, и тогда человек у вас получается с темным контуром, и вы просите ассистента, чтобы он взял большой отражатель этот, и солнечный зайчик направил прямо в лицо модели, да, там, ну, или там, на тот объект, который вы снимаете, например, автомобиль вы снимаете, и тогда будет на автомобиль будет направлен этот цвет, вот, и второй вариант, можно вместо отражателя использовать вспышку, включить вспышку своего фотоаппарата, который будет светить вперед и подсвечивать передний план. Это еще один вариант, как можно снимать против солнца, еще можно сделать так, чтобы тот объект, который вы снимаете, загораживал собой солнце, и тогда его не будет видно в кадре, и тогда вам не нужно будет так сильно настраивать. Еще можно сделать так, чтобы солнце не попадало в кадр, развернуться так, чтобы солнце не занимало в кадре много мест, ну, и так далее, то есть вариантов очень много, зависит от задачи. Катерина задала вопрос, что она отучилась на курсе основы фотографии, привет, ну и как, вам можете спросить, спросить, кстати, другие у Катерины, пусть она вам расскажет, как там было. Практикуюсь и понимаю, что явные проблемы со светом, посоветуйте, пожалуйста, курсы, мастер-классы, желательно практика, очень много практики на курсе студийной фотографии, вот туда можно пойти, там очень много практики по свету, Давгуля ведет очень прекрасный курс, который, я считаю, должен пройти любой фотограф начинающий, потому что есть некоторые этапы обучения, да, вот в любом деле есть этапы обучения, например, в живописи, да, вы сначала рисуете кубики, потом рисуете, там, лепнину, потом натурщиков, потом что-то еще, и так далее, есть какие-то этапы развития. И вот тут то же самое, есть этапы развития, это вы изучаете технику, вы изучаете настройки, фокусные расстояния, вы изучаете диафрагму, выдержку ИСО, изучили, класс, дальше вам нужно что изучить? Вам нужно изучить попрактиковаться, потренироваться, да, следующий этап, попрактиковались, потренировались, помните, что чего-то не хватает, идете изучать свет, свет изучается в студии, никаких других вариантов, к сожалению, нет, ну, вернее, как, они есть, можно изучать в других условиях, пожалуйста, на самом деле, свет везде одинаково работает, и поэтому, конечно, можно изучать на улице, можно в других, но в студии вся суть в том, что вы можете управлять светом, то есть вы можете этот свет направить туда, когда нужно, задать ему нужную интенсивность, вы можете сделать более мягкий, более жесткий светотеневой рисунок, вы можете этим всем управлять и пробовать, а что будет, если так, а что будет, если сяк, а вот если так, а если вот так, И все основные принципы. Можете попробовать работы света прям в студии, не выходя из дома или не выходя из студии. Это сделать довольно быстро и легко, потому что в противном случае вам нужно, чтобы жесткий свет подождать. Ну когда же будет жесткий, когда же солнце наконец будет светить, чтобы можно было поснимать на улице жестким светом. А в студию пришел, снял насадку, сделал жесткий свет, снимаешь, практикуешься и смотришь. Поэтому это следующий этап. Студийная фотография. Обязательно условие любого фотографа, если вы хотите понимать, как работает свет, студийная фотография. Обязательное условие, которое тоже нужно изучать, это изучение RAW-конвертера. То есть вы должны изучить RAW-конвертацию. А Photoshop, кстати, на мой взгляд, это необязательная задача фотографа. То есть совершенно необязательно фотограф должен уметь фотошопить. Потому что Photoshop это дополнительный бонус. Это очень здорово, если вы будете это уметь, если вы будете вас осваивать и будете с ним хорошо работать. Это просто прекрасно. Дополнительный бонус вам в копилочку. Но если фотограф не умеет фотошопить, в этом нет ничего страшного. Он должен уметь снимать, во-первых, должен, во-вторых, уметь конвертацию делать, RAW-конвертацию. Ну, то, что называют сейчас проявку. Поэтому Photoshop не, на мой взгляд, не является обязательным для изучения для фотографа. А вот RAW-конвертация обязательна. Поэтому курс по Lightroom или по Capture One или по другому любому RAW-конвертеру, который вам больше нравится, вы берете и изучаете то, что вам больше нравится, то, что больше подходит. Что еще обязательно? Композиция. То есть все вопросы, которые связаны с приемом композиции, с тем, как работает композиция, тоже нужно обязательно изучать. То есть это тоже обязательный момент, который нужно изучить, посмотреть, как все это работает. Вот это основные рубежи, которые должен пройти фотограф в восстановлении именно фотографа. Это минимум такой. А дальше уже идут там вот хорошо бы поснимать там, не знаю, там портреты, хорошо бы поснимать там пейзажи, хорошо бы поснимать натюрморты. Причем неважно, будете вы их снимать, не будете вы снимать, это обязательно нужно потренироваться, потому что в каждом жанре есть что-то, что вы можете взять себе на вооружение. Ну то есть в пейзаже вы умеете работать с пространством, да, там в портрете вы умеете работать с человеком. При съемке обнаженной натуры вы снимаете работу света и работу позы модели, да, это тоже важный момент. Это тоже нужно проходить, и тут не нужно быть ханжами. Это обязательные условия, так же, как художники пишут свои наброски обнаженных натурщиков, точно так же и вы должны снимать обнаженную натуру. Хотите вы это или нет, нравится вам это или нет, это этап обучения, это нужно делать. Ну, конечно, можно пропустить, потому что понимаем, что некоторым людям это сложно объяснить, зачем это нужно делать, но тем не менее я это попытался объяснить. То есть вот такие этапы, которые вы должны пройти, и тогда берете из каждого жанра себе что-то, и получается у вас представление о том, как все это работает, и вы можете снимать все, что угодно. Надеюсь, я ответил. Композиция у Зигарника, да, у него очень интересный курс психологии и восприятия про композицию. Очень много интересных моментов, я думаю, действительно классный такой момент изучить. Причем я тоже поднимаю вопрос с композиции, но я поднимаю на своем курсе основу фотографий их так компактненько, и основные такие вещи, самые важные. А он, конечно, подробно это рассказывает. Так, что у нас для лучшего контроля экспозиции кадров при съемке репортажа, это, как я уже говорил, лучше всего, уже повторюсь еще раз, на мой взгляд, лучше всего два режима подходят. Режим приоритета выдержки и режим приоритета диафрагмы. Вот эти два. Либо S, ну то, что ТВ у Кэнона, да, либо A, то, что у Кэнона АВ. То есть вы можете либо этот, либо этот. Режим приоритета диафрагмы для спокойной какой-то ситуации, на мой взгляд. А режим S для, если динамика и нужно быстро. Эти режимы чем хороши? Они подстраиваются под свет. То есть свет изменился, лампочка потухла, погасла, что-то зажглось, солнце вышло, солнце ушло. Эти режимы подстраиваются под изменение освещения, и вам получается легче снимать. Еще следующий вопрос. Подскажите настройки в самых удачных условиях недостаточного света, чтобы уменьшить количество шума. Сейчас мы про это будем говорить. Поэтому сейчас пока вопрос опустим. Правильно я понимаю, что если настройках автофокуса выбор приоритета AF-C, AF-S, поставить спуск, то можно получиться лучше резкости. Нет, это не связанные вещи. Резкость это параметры объектива. То есть это диафрагма, например, какая. Например, на максимально открытой диафрагме вы максимальную резкость не получите. Особенно на светосильных объективах, к сожалению, не получите. Или на очень сильно закрытых диафрагмах тоже будет падать резкость и будет тоже падать детализация. И с автофокусом это может быть не связано. Это может быть вопрос выдержки, как мы сейчас только что с вами выяснили. Если слишком длинная выдержка, то смазанные объекты вы ни в каком случае не получите резкими, потому что они будут просто смазаны. То есть детализация и резкость, она зависит от многих параметров. От качества объектива, от выборной диафрагмы, от выдержки зависит и так далее и тому подобное. А соответственно, вот это то, про что вы говорите, спуск, это у фотоаппаратов в настройках есть такая возможность. Что будет являться приоритетным при фотографировании, при наведении на резкость? Значит, по умолчанию в фотоаппаратах сделано, в большинстве камер сделано так, что приоритетным является наведение на резкость. Что это означает? То, что если камера не навелась на резкость, ну нету куда ей навестись, то она не снимает. То есть вы нажимаете на кнопку спуска, нажимаете, нажимаете, а она не снимает. Вы такие, что она не снимает? Почему? А потому что в той зоне, в которой вы указали навестись, там нет ни на что она могла бы навестись. И она не наводится, она не снимает. Это называется приоритет резкости. А вас могут такие ситуации не устроить. То есть вы хотите все-таки снимать, пускай может быть немножко не резко, пускай может быть еще не до конца фокус будет наведен. Но вам важен сюжет. То есть вы, например, снимаете что-то такое событийное. То есть там вот важно не то, когда камера абсолютно точно наведется на резкость, а важно не упустить момент. И тогда вы можете переключиться вот этот приоритет спуска. Это что означает? То, что камера попытается навестись на резкость куда-то. Ну, например, на человека. И даже если у нее толком не получится, она все равно будет снимать. То есть вот она попробовала, что-то не получилось, она говорит, ай ладно, у меня стоит приоритетом другая задача, все равно снимаем. Да, немножко не резко, да, может немножко не в фокусе, но вы поймали момент. Вы поймали тот момент, который вам нужен. Ну, то есть в репортаже, например, свадебной съемке, это важно, да, поймать момент, потому что если вы ничего не снимете в важный момент, то это очень грустно и печально, потому что свадьбу никто повторять не будет ради фотосессии. К сожалению, или к счастью, я уж не знаю, да, в данном случае вот так. Вот, поэтому в данном случае вот это вот, если говорить про этот приоритет, он просто, фотоаппарат будет относиться к системе фокуса, к наведению на резкость, более пофигистичный. То есть, ну, есть небольшой пропуск, ну и ладно, давайте снимать, да, вот так говорит камера, если вы говорите про приоритет спуска. А если приоритет фокуса, он говорит, плохой фокус, плохой, нет, пока не наведемся, не снимаем, не снимаем, не снимаем. А в этот момент сюжет может уже убежать. Ну, вот это зависит от этого. То есть, я надеюсь, я объяснил вам на пальцах, в чем суть этого как раз приоритета. И еще один вопрос, какие параметры могут улучшить кадр в солнечный день? Ох, вот это вот сложный момент, нужно просто более сложно обрисовать, а что значит улучшить параметры? Ну, обычно, когда снимаете в солнечный день, у вас диафрагма закрывается, выдержка становится более короткой, и, соответственно, ISO вы понижаете. В яркий солнечный день вы стараетесь вот так делать. А все эти настройки, которые у вас есть, есть определенная логика настроек. Она всегда идет, и логика исходит из задачи. У вас есть задача, что вы хотите снять. А дальше уже вы начинаете плясать с теми настройками, которые у вас есть. У вас три настройки, есть диафрагма, выдержка, ISO. Это основные, есть еще куча дополнительных, но это вот основные. И вы говорите, я хочу снять, например, быстро бегающих детей, которые были бы не смазаны. Что нужно сделать? Нужно сделать короткую выдержку. Первое, что вы должны сделать, это должна быть короткой выдержкой, потому что быстро бегающие дети, если будет снимать на длинной выдержке, они будут смазаны. Да? Все вполне логично. Значит, вы должны выбрать режим приоритета выдержки. Вы должны поставить короткую выдержку, например, одну пятисотую или одну тысячную. А дальше пускай автоматика вам подбирает нужную диафрагму в зависимости от того, какой у вас свет. Да? Что там? Много света будет закрытой диафрагмой, мало света будет открытой. Но можно еще включить автоисон. А если вы, допустим, снимаете что-то другое, то есть вы говорите, я снимаю портреты. А в портретах важно, чтобы фон был нечеткий, там, был немножко размытый, чтобы его можно было отделить человека от заднего плана. Окей? Тогда вы пляжете от диафрагмы. Выбираете режим приоритета диафрагмы. Ставите нужную вам диафрагму. И дальше камера сама подбирает, какая выдержка будет для того, чтобы получить кадр. Ну, так вот, например, такие вот настройки обычно идут. Вот. Ну, а мы переходим к следующей теме, почему мои фотографии такие шумные. Цифровой шум — это некий дефект изображения, который привносит в нас матрица фотоаппарата или электроника камер. Считается, что цифровой шум — это следствие работы на высоких ISO. Но тут, на самом деле, не все так. Давайте разбираться. Смотрите, вот есть какой-то кадр красивый, очень прекрасный, закат, рвантика, Мальдивы. Пока это от нас очень далеко. Я надеюсь, что, наконец-то, мы в ближайшем времени все-таки вернемся к путешествию. Мы сможем это увидеть своими собственными глазами. Так вот, для чего этот кадр? Чтобы показать, что даже на хороших настройках хороший фотоаппарат все равно имеет шум в кадре. Если мы увеличим эту фотографию, посмотрим ее чуть поближе, то мы увидим, что шум там все равно присутствует. То есть он там есть. Он там все равно есть. И чтобы понять, нужно разобраться причины, какие возникновения шумов есть. Вот что есть причина возникновения шума. Итак, первая причина возникновения шума — это природа света. Так называемая стахастическая природа света. Я очень долго учился выговаривать, потому что, когда быстро говоришь «стахастическая природа света», то язык слегка заплетается, и можно немножко вызвать ктулху, да? Что тоже вызывает заплетание языка. Так вот, что такое стахастическая природа света? Это когда свет движется не равномерно. То есть он может куда-то упасть, эти фотоны, а могут куда-то не упасть. И вы не можете предсказать, будет здесь свет или не будет здесь свет. И вероятность попадания на световой датчик, матрица стоит из многих миллионов датчиков, света, она не одинаковая. То есть может попасть, может быть много, может быть мало. И из-за этого получается, что соседние пиксели получаются разные по яркости. Где-то больше фотонов прилетело, где-то меньше, при том, что поток света нам кажется равномерным. А он на самом деле такой кривой, да, неравномерный. Как капли дождя. Где-то больше, где-то меньше. Это то же самое с тахастической природой. Второй момент. Так называемый темновой ток. Темновой ток — это когда у нас... Мы еще не начали фотографировать. Еще затвор у нас закрыт, фотоаппарат закрыт. Матрица включается на запись, она на работу включается. И в этот момент в отдельных этих пикселях, в этих ячейках уже накапливается заряд. То есть где-то больше, где-то меньше. Зависит от частоты этого кремния, который там используется. Ну, то есть от, собственно говоря, от качества исполнения нашего фотоаппарата. Ну, по сути, с такими простыми словами говорить. И там уже начинает накапливаться заряд. Когда вы начинаете снимать, в каждой ячейке уже какой-то заряд присутствует. Это называется темновой ток. Еще одна причина возникновения шума — это, так называемые, дефекты потенциального барьера. То есть когда вы закончили снимать, вы собрали информацию с каждого пикселя. То есть в каждом пикселе накопился какой-то заряд. Вот этих пикселей очень много. Вот у вас матрица, и там стоят миллионы этих пикселей, мегапикселей. Каждый из них представляет собой фотодиодик. В этот фотодиодик в каждой накапало сколько-то света. И получился в каждом какой-то заряд. Закрывается затвор, камера начинает считывать. Она начинает опрашивать все вот эти вот пиксели. Сколько там, ты вот накопил столько-то, а ты столько-то, а ты столько-то. Я очень утрирую, очень на пальцах. Так вот, пока она считывает, заряд из каких-то из них утекает. Опять же, тоже дефекты — это просто так вот конструкция, пока еще не придумана идеальная техника. Поэтому немножко утекает. Ну и четвертая проблема возникновения шума — это дефектные пиксели. То есть есть некоторые пиксели, которые битые. Они просто не работают. И в результате нам нужно будет заменять эту информацию, замещать соседними пикселями. Вот основные причины возникновения шума. Есть ли тут высокое значение? Нет. Давайте, чтобы аналогия была более понятна, представим себе, что вот бармен, и у бармена есть много бокалов. Вот как бывает на вечеринках. Ставит, тает много-много-много бокалов. И у него есть бутылка, которую он должен разлить по этим бокалам, постараться разлить равномерно. Но у него это не получится. Почему не получится? Потому что движение его рук, оно не может быть одинаковым. Человек не робот. Он разливает каждый бокал этого напитка в немножко разную дозу. Даже если он старается, даже если у него очень хорошо набита рука, он все равно нальет каждый бокал немножко по-разному. Это будет первым моментом. Это стахастическая природа света. То есть никогда в каждый бокал не попадет одинаковое количество напитка. Раз. Два. Представим себе, что в некоторых бокалах лежит кусочек льда. Где-то большой кусочек, где-то поменьше. И они разные. Они когда начинают таять, соответственно, уровень воды, который уже в бокалах еще даже бармен еще не дошел, до них еще не долил, а уже разный уровень, потому что где-то большой бросили кусочек, где-то маленький, а где-то вообще нет льда. И поэтому получается тоже разный уровень. Начинает плясать этот уровень. По сути, это у нас тот самый темновой ток. Представим себе третью аналогию. Да, у нас в некоторых бокалочках есть маленькие-маленькие дырочки. В некоторых есть, в некоторых нет. В некоторых дырочки побольше, в некоторых дырочки поменьше. И вот пока гости подходят к этому столу, где бармен разлил, из некоторых бокалов может немножко жидкости уйти. Да, там будет жидкость, но ее будет меньше, чем в соседнем бокале. А теперь еще один момент, четвертый пункт. Некоторые бокалы разбиты. И бармен в них наливал, но туда ничего не попало, и поэтому приходится брать соседние бокалы. Вот четыре тех на пальцах как раз моментов, которые приводят к неравномерному наполнению бокалов. То же самое происходит у нас с матрицей. Неравномерное наполнение. Оно будет всегда. Какой бы у вас хороший бы ни был свет, сколько бы много света было, мна, мало света, будет примерно всегда у вас происходить хороший настрой, плохий, всегда будет шум. Как же он проявляется, что же происходит? Когда вы берете свой фотоаппарат и начинаете снимать в темноте, что происходит? Эту аналогию можно привести, что если вы снимаете в темноте, то бармену дали не много бутылок шампанским, а дали одну бутылку. И сказали, вот теперь возьми и разлей, пожалуйста, вот эту одну жалкую бутылку во все бокалы равномерно. И вот он должен понемножку плеснуть. И тогда получается, что когда он понемножку плещет, все вот эти эффекты становятся более заметны. Ну то есть вот размер кубика льда, когда в него налили немножко напитка, становится очевидным. То есть кубик льда занимает больше места, чем напиток, который налили. То есть там плеснул на палец совсем немножко. Или дырочки достаточно сильно уходят в жидкость, что даже вот пока там все шли, брали, все уже утекло и некоторые бокалы оказались пустыми. То есть когда у вас мало света, проблемы шума становятся просто очевидны. Когда много света, когда много бутылок, и он наливает много-много это, и тогда вероятность сделать более-менее похожей, более-менее ровной, значительно больше. Но все равно ровной не будет. Вот в чем проблема высоких ИСО. Это не потому, что высокие ИСО портят картинку. Они не портят картинку. Высокие ИСО просто показывают вам, когда вы снимаете на высоких ИСО, что вот есть такая проблема. Вот как сейчас современные события в Америке показывают, что есть проблема. Это не значит, что... Ну это уже как это, политика пошла. Ну тем не менее, да, не показывают, что просто она есть, она существует. Да, и то же самое, как вот с этими бокалами, есть проблема, она существует. И высокие ИСО просто становится ее более заметным делать. А низкие ИСО делают менее заметным, когда у вас много воды. Вот примерно такая история, да. И шум не связан с высокими ИСО. То есть многие люди думают, что если снимать на высоких ИСО, будет шум. Потому что они видят этот результат и говорят, ну я снял на высоких ИСО, более шумная картинка. А снял на низких, менее шумная картинка. А почему? А потому что, когда вы снимаете на высоких ИСО, вы обычно снимаете в темноте. Вы как раз та самая ситуация, да, происходит, когда мало света. Когда вот эти дефекты, которые есть в самой матрице, они становятся более очевидны. Вот отсюда получается проблема. То есть портит у нас не ИСО, а недостаток света. То есть когда у вас мало света, тогда получается дефект. Так картинка получается шумная. Но это не ИСО. Чтобы это проверить, вот можете пойти, такое есть приложение, Deep Review, сайт очень известный, да, тестеры. И они сделали очень простой такой тест, очень прикольный, да. Они взяли фотоаппараты и сняли, сделали снимок на высоких ИСО и на низких ИСО. Один и тот же сюжет с одинаковыми настройками диафрагмы ИСО и выдержки сняли две картинки. Ну, в смысле, одну и ту же мишень сняли, да, получилось две картинки. Одна была снята на высоких значениях ИСО, а вторая была снята на низких значениях ИСО. И та картинка, которая была на высоких значениях ИСО, ее не нужно было ярко делать, потому что она вот так уже была достаточно яркая. А та, которая была на низких значениях ИСО, она получилась темной, и ее в фотошопе сделали ярче. Просто взяли, загрузили и сделали ярче. А потом сравнили. Вот вы можете видеть здесь на экране как раз левый это фрагмент, то, что снято на высоких ИСО, а справа то, что снято на низких ИСО. То есть не низкий ИСО, или высокий ИСО портит картинку, а недостаток света портит картинку. То есть когда снимали на низких значениях ИСО, то подобрали такую диафрагму выдержку, которая дала нам мало света. Вот, и это привело к тому, что, увы, картинка получилась плохая. Ну, то есть вот, чтобы было понятно, какие выводы из этого можно сделать? Вредит не высокое ИСО, а вредит недостаток света, то есть снижение экспозиции. Если вы хотите получить максимальное качество изображения, то нужно ставить минимальное какое-то значение ИСО на своем фотоаппарате и увеличивать экспозицию. Что значит увеличивать экспозицию? Нужно снимать с больше открытой диафрагмы или с более длинной выдержкой. Либо то и другое, либо то, либо другое, в зависимости от того, что вы хотите. Вот. Что еще? Работать с ИСО, учитывая особенности камеры. Дело в том, что ИСО — это штука довольно сложная. И тут в двух словах не скажешь, как все это устроено. Она там все довольно хитро устроена, плюс всякие разные там подковерные игры, маркетинговые там войны. И поэтому далеко не всегда минимальное значение ИСО на вашем фотоаппарате будет давать самое лучшее качество изображения. Есть камеры, где более высокое ИСО будет давать более качественное изображение. Ни в каких багдан, к сожалению, инструкциях вам не напишут производители, потому что они не считают нужным сообщать, какое у вас реальное, настоящее там ИСО в фотоаппарате. Эту информацию они всячески скрывают, потому что эта информация, знание ее, она раскрывает какие-то проблемы, которые есть в технике. И поэтому производители стараются вам об этом не сообщать. Они просто не говорят. Они говорят, что вот у вас есть ИСО, оно меняется от 100 до 12800. Все, вот вам, пожалуйста, вот такие диапазоны или там какой-то другой диапазон. И все. А какое вы не сможете посмотреть, нигде это никто не пишет. Я, по крайней мере, ни разу это не встречал, ни на каких сайтах, ни в каких инструкциях, этого нет. Узнают рекомендованные самые лучшие эти значения, минимальные значения. Можно узнать только на разных всяких форумах и всяких разных сайтах, которые занимаются исследованием фототехники. Есть такие люди, которым нравится копаться и ковыряться. Вот там это можно узнать, подчеркнуть. Вот можно там это все изучить. Но вам пока для начинающих это не нужно. Если вы хотите снимать сцены с широким динамическим диапазоном, то есть вы хотите и темные, и светлые одновременно охватить, то лучше понижать значение ИСО. И еще один момент, который кажется совершенно неочевидным советом, но тем не менее он важный. Старайтесь не перегревать матрицу, старайтесь ее охлаждать. На современных фотоаппаратах, на беззеркалах даже ставят стали радиаторы, специально которые прикрепятся сзади, конструктивно крепятся к матрице сзади и охлаждают матрицу. Потому что нагрев матрицы приводит к сильному увеличению темного шума, то есть темного тока, который приводит к увеличению шума. То есть если вы снимаете долго фотоаппаратом, много, сериями, если у вас беззеркальная камера, то она будет шуметь сильнее, чем, скажем, если бы снимали одиночными кадрами, если бы дали камере остынуть. На первый взгляд неочевидный совет, но тем не менее он работает. А мы переходим к ошибкам съемки, какие они есть. А тут, кстати, вопрос еще такой. Если битые пиксели камеры заменят другими, это камера, да, она в некоторых случаях автоматически заменяет битые пиксели соседними информацией, а в некоторых случаях такая есть штука такая, процедура ремэппинг. Вы ее запускаете, и камера сама находит битые пиксели и их выключает. Есть где автоматически это делается. А мы переходим к ошибкам съемки. То есть ошибки, которые возникают и за неправильное использование техники, или незнание основ фотодела. Ну и такая типичная ошибка, например, неправильное использование фокусных расстоятельств. Ну то есть когда берут и, соответственно, фотографируют, например, человека, пытаясь его красиво снять, снимают на широкоугольный объектив. Это не значит, что так нельзя делать. Вот. И не значит, что так не получается. Но это значит, что у вас будет получаться гротеск. У вас будут получаться такие портреты, которые будут получаться слишком гипертрофированы. Иногда это в плюс. То есть, например, если вы хотите удлинить ноги, вы можете использовать широкоугольный объектив и снимать с широкоугольным объективом, делая эти перспективные искажения, и ставить их на свои службы. Вы можете получать нужный вам результат. А иногда это в минус. Вот один и тот же человек, снятый с разными фокусными расстояниями, выглядит по-разному. В одном случае это какой-то бомж, а в другом случае это благородный, седоборотый старик. Вот. Так. А еще какие-то вопросы? Ну потом уже поговорим про вопросы. Сейчас поговорим. Тут еще вопрос. Ну давайте, хорошо. Раз уж я открыл. Как смягчить тени? Смягчить тени можно, используя более мягкий свет. Многие люди понимают под смягчением света, понимают, что тени становятся не черные. А это немножко другая процедура. То есть заполнение теней светом, это называется прямо заполнение теней светом, да, такая процедура, не приводит к смягчению света. Смягчение света — это когда свет-теневой рисунок имеет более мягкие границы. То есть есть свет, есть тень, между светом и тенью есть границы. Если граница четкая, как солнечный день, например, то это означает, что свет жесткий. Смягчить его можете только используя больше источник света по размерам. То есть вы, если возьмете большой источник света, то есть будет светить не маленькой лампочкой, например, а большим прибором каким-то, да, таким большой панелью, например, да, или будет свет, отраженный от потолка, тогда будет большое световое пятно, вы будете получать размытые границы между светом и тенью, и свет станет более мягким. То есть сделать свет более мягким можно только при помощи использования больших источников света. Если речь имеется в виду про сделать тени не такие черные, то их можно заполнить светом. Я уже рассказывал как, это было чуть выше, когда мы с вами говорили про отражатели, и как снимать против солнца. Часто так случается, что при спортивной съемке серийной на следящем ISO низкая, кадры получаются нейронномерные по шуму. Почему? Кадры все в фокусе. Надо смотреть на ISO. Оно может быть разное, это первый момент. Второй момент, надо смотреть, какие еще дополнительные у вас какие-то параметры включены. Может быть, там включено, например, расширение динамического диапазона автоматическое, которое вам тоже может влиять. То есть нужно более внимательно смотреть, что там такое. Так, то есть часть кадра совершенно без шума, часть шума. Надо смотреть на кадр, не могу сказать. Надо внимательно изучать уже все настройки. И что там происходит. Так, еще какие-то вопросы. О, Миша уже пошел в дело. Прекрасно. Да, если снимать в жарких условиях, то это может давать больше шума. То есть если вы будете снимать в Африке, и где будет жара, или вот сейчас жара, вероятность получения более шумных картинок сразу возрастает. Ну, нужно просто учитывать. А мы двинемся дальше. И вопрос, который довольно тоже часто возникает. Почему цвета на фотографии получаются неправильные? Ну, то есть человек снимает, например, и не получается сделать белое платье белым, или не получается добиться нормального цвета кожи, или не получается правильно передать какие-то специальные цвета, которые люди специально выбирали. Тут нужно понимать, что для этого вам нужно освоить такой настрой, который называется баланс белого. А с балансом белого все довольно сложно. Дело в том, что глаза наши видят картинку по одному, а автоаппарат часто снимает по другому. То есть вот глазами вот так картинка выглядит. А фотоаппарат снимает вот так. Это довольно частая ситуация, это нередко такое может быть. И расхождение происходит, потому что на самом деле можно спросить, какой лучше, какой хуже, или какой там более правильный, какой менее правильный. Но я пока не буду томить, и не буду даже запускать секундомеры. Я вам скажу, что правильно вот так. Вот камера снимает правильно. Она снимает то, что есть на самом деле. То есть она фотографирует действительно синий цвет, который там есть, на самом деле он действительно такой существует. Но это связано с распределением света в нашей атмосфере, из-за чего, кстати, небо у нас голубое, после заката солнца есть такой период короткий, который называется blue hour, если переводить с английского языка, моего великолепного, да, с великолепным произношением blue hour, то это означает то, что голубой час, и все действительно окрашено в такой синий цвет, то есть не такой так легкоголубой или сизой, а реально очень насыщенно синего цвета. Почему так, не буду вам рассказывать, это долгая история, почему так происходит, это физика, это распределение света в атмосфере, определенные такие моменты, да, по закону релея, абсолютно правильно все эти такие люди, подкованные уже, правильно отвечают, да, с приветом от релея, который первый сформулировал прохождение разных длин волн через среды, в том числе через воздух, который мы дышим, вот, и проблема здесь в том, что вот такой свет на самом деле, а глаза нам видят по-другому, глаза видят, что там желтое, почему? Потому что наши глаза врут, даже не глаза врут, а мозг врут. Мозг говорит, что, вы знаете, не может быть синего снега, синий снег не бывает, снег белый, говорит мозг, и перекрашивает нам картинку на лету в другой цвет, в котором снег был бы белый. Причем делает это на лету, молниеноск, мы даже не успеваем заметить, как он взял и все нам перекрасил мозг из реально синих цветов в реально желтые цвета. Вот так нам делает мозг, вы будете стоять на мосту, вы будете видеть картинку вот так, а настоящая она вот такая вот. И это абсолютная правда жизни, это вот так вот устроен наш мир, нам все врут, глаза наши врут, тем более очень сильно. Пример того, как врут глаза, чтобы было понятно, как это все работает. Вот более понятный пример, и если спросить у всех, у большинства, какого цвета клубника, то подавляющее большинство людей скажут, что клубника красного цвета. Они скажут, ну, есть какая-то проблема с этой картинкой, она какая-то вся сизоватая, картинка синеватая, но клубника-то красная, мы ее видим красной. При этом, если мы возьмем в фотошопе пипетку и начнем тыкать в эту клубнику, то самые красные области лишены красного вообще напрочь. То есть тут нет красного, тут только синий-зеленый цвет. Красного цвета здесь нет вообще в этой картинке. Ну, если так вот говорить по ощущениям, да, кажется, что красная, она не красная. Вот, и в качестве такого, видите, протеста Алексей высказал, что не красного. Да, она не красная, она сине-зеленая. Но наш мозг видит ее красной. Это выверты нашего сознания, и поэтому, если вы хотите работать с цветами, если хотите понимать правильные цвета, то первое, что вы должны понять, что правильных цветов вы не увидите. Вы видите только цвета искаженные, вы видите только те цвета, которые образуются у нас в мозгу. Это вот важная установка, первая, которую вы должны сделать, понять, что правильный баланс белого — это единорог. Про него можно говорить, про него можно рассказывать, много можно что-то там утверждать, но на самом деле его никто не видел, его не существует. Это все плод наших воображений, плод нашей фантазии. Всякие серые карты вам не помогут. Почему? Потому что вопрос ума, да, у каждого он причем свой, каждый по-своему видит. Поэтому можно, конечно, раскошелиться на серую карту, можно с этим заморачиваться, можно эту технику освоить, но это не поможет, потому что вопрос того, что находится в нашей голове, не контролируется никак серыми картами. К сожалению, или к счастью, я думаю, даже к счастью даже лучше. Вот, поэтому нужно быть готовым к тому, что у нас будут расхождения по цвету, что платье никогда не будет белым без фотошопа, оно не будет абсолютно белым, оно будет где-то синеватым, как в тенях, где-то на световом оно будет желтоватым, к этому нужно быть просто готовым и этим пользоваться. Что, например, человек, который лежит в траве, будет зеленоватый, да, потому что идет отблеск от травы. Что человек, который окажется в таком помещении, мечта дизайнера, да, он будет вообще непонятно, синий-желтый каким-то, да, что единого цвета кожи вообще не бывает, все очень условно и все по-разному отображается, и поэтому к этому нужно быть готовым, и поэтому всякие разные эти шаманские танцы с бубном, с белым балансом, белые настройки, это все вот из области как раз вот этих вот вбиения в бубен и вызывания духов. И баланс белого может быть и таким, может быть и сяким, но с этим нужно обязательно разбираться, на это нужно обязательно тем погружаться, то, что мы делаем, опять же, на курсе основы фотографии, мы все это смотрим, я про это много говорю, про это много рассказываю, и я вам это рекомендую тоже тему изучить, либо самостоятельно, либо приходите на курс, я вам про это все расскажу и покажу, что там с балансом белого, и как он работает, и как он устроен. Главное, что нужно понимать, что это творческий инструмент, который позволяет вам получать нужный результат. Вот, скинтон пишут, есть точно, что, что имеется в виду, что скинтон есть. Я вам показал, какие есть скинтоны, я могу отмотать чуть назад, вот они скинтоны, и кто из них скинтон? Какой из этих вот десятков человек, которые здесь показаны абсолютно правильно, вот, и в цветокорректирующих прогах тоже есть скинтоны, в некотором, опять же, диапазоне, ну, то есть, типа, вот, какие-то вот такие вот, есть диапазон от розового там до коричневого, да, и плюс еще мы вспоминаем, Black Lives Matter, и там вообще целая история будет. Поэтому тут все довольно сложно. Вот это все нужно изучать и понимать дальше, да, чтобы получились правильные цвета, нужно понять, что первый шаг к осмыслению, он заключается в том, что вам нужно понять, что все врут, ваш мозг врет, и нужно понять, как он врет, и почему, и дальше уже распутываете это колыбок. Еще один вопрос, почему мои фотографии не нравятся зрителям? Ну, тоже довольно часто такой вопрос задают. Почему не нравится? Вот я делал, им все вроде хорошо, они не нравятся. Давайте попробуем с этим разобраться. Потому что, чтобы что-то было интересное, чтобы оно привлекало внимание, свои навыки нужно тренировать. Тренируются любые навыки, то есть вы можете натренировать вообще любые навыки. Можно натренировать навык, там, умение танцевать, умение петь, да, эстрада показывает, что не имея голоса, можно хорошо петь. Умение поднимать тяжести, умение быть атлетичным, гибким и так далее, да. Это женщина на фото, просто такая вот накачанная и хорошая, да, с таким хорошим прессом. Вот, это все тренируется, и, ну, практически не бывает такое, как в анекдоте, там, умеете ли вы играть на скрипке, не знаю, я не пробовал, значит, что, скорее всего, на 99,9% вы не умеете играть на скрипке, ну, оставляя какую-то одну долю процента на то, что вы какой-то супер гений, супер умеющий, супер тонко чувствующий, можете быстро научиться, но все равно вы не умеете. То есть изначально человек не умеет, и навыки нужно тренировать, то есть навыки не появляются ни из чего, то есть фотографии не станут сами по себе хорошими, если вы не прокачиваете навыки создания хороших кадров. То есть если вы не прокачиваете эти навыки, они не будут хорошими, никто не будет радоваться вашим фотографиям, если эти навыки не прокачаны. А как их прокачивать? Это такой тоже вопрос, просто как, а как вот? Ну, давайте поговорим. Первое. Нужно изучать искусство. Это имеется в виду, что лекции, семинары, мастер-классы на YouTube, где угодно, где вам рассказывают про искусство, книги, литературу, где вам все это рассказывают, откуда что взялось, откуда что пришло, почему вот это течение было таким, а вот это было таким, почему этот художник делал так, а вот этот делал так. Все это безумно интересно, кстати. Во-вторых, это позволяет вам понять, как это все развивалось, и понимать логику человека, который делает творчество, делает какие-то творческие, и понимать, что он делает и почему. И сможете потом повторять, и сможете эти приемы использовать. Ну, опять же, пример такой вот могу продемонстрировать. Зачем? Давайте попробую рассказать. Шадрин, да, абсолютно верно, на Live Classics очень интересные лекции читает, и его в помощи, у него курсы есть еще, да, тоже можно посмотреть, какие есть курсы у Шадрина. Безумно интересные, тоже очень сильно помогают. Зачем это нужно делать? Смотрите, представьте себе, что у вас дома, где-то в том районе, где вы живете, кто-то на стене написал какую-то надпись. Что увидит собачка, которая пробегает мимо? Она увидит, что на стенке есть краска. Какая-то краска высохшая, а какая-то не высохшая. То есть для собаки это будет вопрос просто высохшей, не высохшей краски. Что увидит младенец, если он будет проезжать мимо на коляске? Он увидит каляки-маляки. Есть разноцветные каляки-маляки, он не понимает, что это буквы, для него это не важно, важно, что вот есть одного цвета, а есть другого цвета. Здесь ничего серая стена, а здесь какие-то яркие пятна. Что увидит мальчик маленький, или там девочка маленькая, которая не умеет читать? Он увидит, что там буквы. Он же понимает, что это буквы, но буквы он не умеет складывать в слова. Для него это не слово, для него это А, Б, В, какие-то буквы, ну, понятно, да, что там что-то написано, а что непонятно. Что увидит подросток? Он увидит слово, он поймет, что есть эти буквы, они складываются в слово, но он это смысл этого слова может не знать. Ну, или он знает смысл этого слова, хорошо, окей, окей, я понимаю, да, что подростки сейчас очень себе подкованные, в общем-то, много знают и много чего умеют понимать, вот, хорошо, они знают это слово, но, может, они не понимают контекст, они не понимают, в каком контексте это слово сказано и для чего оно. А что увидит человек, который обладает информацией? Он как раз все это увидит, он увидит краску, он увидит каляки-маляки, он увидит буквы, буквы сложатся в слова, слова сложатся в смысл, смысл обрастет контекстом, контекст даст понимание. То есть самый, получится, сильный эффект получит человек, который знает все, что окружает, да, контекст, понимает. То есть тот, кто обладает большими знаниями, тот получает большую отдачу от произведения искусства. И как раз по поводу того, что большая часть современного искусства пиар и реклама, это неправда. Это неправда, это потому что, к сожалению, многие люди не утруждают себя, это не в обиду, предсказано Эдуарду, это и другим людям не в обиду, это просто констатация факта, не утруждают себя пониманием, то есть изучением, почему сделано вот так, что это привело к этому, а это произошло из этого, а это произошло. То есть мы находимся в большинстве случаев на уровне мальчика, который сложил буквы в какие-то слова, но не понимает контекст, не понимает смысла слов, и для него кажется, что это бессмысленная белиберда, которая написана на стене, и он говорит, это ерунда, это я не буду, изучает, мне это непонятно. А человек, который понимает, он говорит, класс, вы такую классную сделали штуку, вы поставили вот это ведро и сказали, что это инсталляция, и он получает удовольствие. Почему? Потому что он понимает больше. Он понимает больше, и это не people have it, как многие люди думают, это немножко такая озлобленная позиция, она, потому что нет информации, человек не понимает. Это, знаете, вот когда вот, ну, примерно, что-то вот они делают, я не понимаю, что они делают, но им весело. Ох, они сволочи, вот они гады, они там пиар устроили, там people у них там хавает и так далее. Вот такая немножко озлобленная реакция на этих людей, которые что-то там развлекаются, но мы просто не понимаем, что происходит. Мы не в тусовке. Это, к сожалению, проблема все-таки в, ну, я в любом смысле слова, да, там, в таком или в том смысле слова, да, в том, что это немножко не в плане того, что там что-то плохое делается, а в плане того, что мы многого не понимаем. Да, конечно, безусловно, есть вещи, которые проходные, но не все же искусство и не все творчество бывает идеальным, не все же получается прекрасно. Есть вещи, которые неудачны. Никто же не говорит, что такое, что любое современное искусство – это гениально. Да нет, конечно, много ерунды, много треша, много ерунды, много плохих работ, безусловно, но это не значит, что там все, что сделано, это пиар, да, это вот, к сожалению, не так. Вот, и просто подумайте, я не собираюсь никому там ничего, просто подумайте, что, может быть, просто надо немножко добавить информацию, перейти на следующий уровень. Вот. Ну, и тогда вам будут более понятны и фотографии тоже. Вот, например, фотография Джефф Уолла, которая сделана с Хакусайской, картины Хакусай. И вот мы видим, да, что у нас здесь, откуда эта фотография взяла. И вот умение находить вот эти референсы, то есть понимать, откуда что взялось, в других даже фотографиях – это очень большой навык, и один из ключевых навыков фотографа, его надо прокачивать. А для этого нужно изучать искусство. Следующий момент, который позволит вам улучшить качество своих работ и сделать их более интересным – это развитие насмотренности. Развитие насмотренности – это походы в музеи, выставки, биеналии, вот любое место, куда выставляется творчество, искусство. Вот туда надо ходить и надо обязательно смотреть. В чем нравится вам автор, не нравится вам автор, все равно надо идти, потому что вы можете подчеркнуть из каждого похода какую-то для себя информацию ценную. Вот, например, такую информацию, вот я так не хочу снимать, а как так, а вот так, и вы понимаете, что вот там так не нравится. Это тоже отрицательный опыт, тоже опыт. Где можно в сети? В сети очень много ресурсов, где вы можете подписываться или смотреть на авторов. Есть очень много подборок, есть очень много каналов, которые транслируют, есть сайты отдельные, там Flickr, Pinterest, DeviantArt, LiveJournal, кстати, очень много там было раньше каналов с подписками, с как раз людьми, которые выкладывали какие-то подборки интересные, по-прежнему это существует иногда, можно посмотреть. Magnum Photos — это репортажный жанр и фотография, мастера все известные собраны. То есть подписывайтесь на тех авторов, которые вам нравятся и смотрите, 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 это очень важно. Еще один прием, который хорошо помогает вам прокачивать свое умение видеть, это создание скриншотов. То есть берете фильмы, желательно блокбастеры, желательно те, которые кассовые фильмы, это не значит, что фильмы должны быть идеальны, совершенно не обязательно фильмы должны вам нравиться, это может быть, что фильмы, которые вам, ну, по сюжету, например, не нравятся, по смыслу не нравятся, но если будет блокбастер, то, как правило, там всегда будет хороший оператор, хороший оператор, хороший постановщик, и там будет хорошо работать с приемами композиции, со светом, с цветом и так далее. Даже если фильм трэшовый, вы не хотите его смотреть, но можно смотреть его именно с целью получить интересный кадр. То есть вы нажимаете на кнопку print screen, создать отпечаток экрана, в момент, когда вам кажется интересный сюжет. То есть тем самым вы как бы как фотограф, который снимает, то есть вы тренируете свое умение нажимать на кнопку в нужный момент. Это условно. А сейчас есть еще одно направление, это внутриигровая фотография. То есть начали делать фотографии в компьютерных играх. Там очень красивые миры, очень продуманные и тоже много интересного. И тоже люди снимают, и даже выставки есть на эту тему, когда фотографируют внутри игр какие-то сюжеты, моменты ловят, да, и получаются прикольные картинки. Следующий прием, который тоже позволит ваше умение делать хорошие кадры, развить, это создание тематических подборок. Ну то есть любые тематические подборки, которые вас волнуют. Заводите на компьютере, на рабочем столе, например, там папочку лодки и корабли в пейзажах, потому что вам нравятся пейзажи, вам нравится вот эта тема. И собираете туда все фотографии, где есть лодки и корабли. Фотографировать не вы, а вот вы находите в интернете. Ну вот есть, можно зайти прям в поисках там по картинке, очень многие сейчас поисковики позволяют вам по картинкам искать. И находите самое интересное и отбираете туда. Этих папочек у вас может быть много, может быть там лодки в пейзажах, там может быть там типа красивые портреты, может быть там красивые закаты, там прекрасная там, не знаю, там вкусная еда, не важно что. Главное, что вы должны сформулировать для себя тему, что вам нравится, это очень важный момент. И начать на эту тему копать материал, собирать, 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 собирать. Важно, чтобы это не прошло в Туне, тогда, чтобы это было нормально, чтобы это работало нормально, вам нужно устраивать хит-парады. Что такое хит-парад? Хит-парад это когда вы всю неделю, ну там сегодня там полчаса провели, завтра 15 минут, может быть там послезавтра там 5 минут. Потом был час вас вот с этим сбором каких-то фотографий, которые вас интересуют и волнуют. Потом в воскресенье говорите, все, у меня время для себя, я сажусь, мне нужен час. Не трогайте меня, наливайте себе чай, чашку чая, там не знаю, там что угодно, может что покрепче садитесь, кофе, например, да. Отбираете из того, что вы насобирали, 10 лучших фотографий. Может быть 10, может быть 5, может быть 3, это не важно. Главное, чтобы вы установили для себя число, и это число повторялось у вас каждую неделю. То есть 10 фотографий каждую неделю вы выбираете из того материала, который вы насобирали. Вы выбираете, можно из каждой папки по 10, можно из всех папок 10 лучших, это не важно, как это будет. Главное, чтобы было жесткое число. Не хватает, полезли в интернет, нашли недостающие. Слишком много, посидели, подумали, что выкинете, что оставите, оставили ровно 10, там, ровно 5, ровно 3, не важно. Цифра должна быть, все время с вами договорились, она должна быть одинаковая. В эту неделю одинаковая, в следующей неделю, через одну неделю должна быть одинаковая. И в конце месяца вы получаете топ-40 фотографий, садитесь и выбираете из этих топ-40, вы выбираете 10 лучших. И тем самым вы тренируетесь в выборе фотографий. Это очень важный навык, который тренирует фотограф всегда, в течение всей жизни. Еще один прием, который тоже позволяет хорошо развить, это, соответственно, подбор парных снимков. То есть парные фотографии, которые имеют, например, визуальное сходство, или имеют там начало и конец какого-то действия. Одна фотография показывает начало, а вторая показывает конец какого-то действия. Ну, то есть, не знаю, там, футболист бьет по мячу, мяч влетает в ворота, гол. Это тоже пара фотографий, да. Или там, например, теза-антитеза. Плохой полицейский, добрый полицейский, да. Например, вот такие тоже могут быть парности. Парности очень много, их вариантов очень много. И вы можете по любым критериям подбирать фотографии. Вот здесь, например, на основе визуального сходства, то есть картинки, которые визуально сходны друг с другом. И к тем фотографиям, которые у вас есть, подбираете пары фотографий. Находите в интернете похожие пары, которые подбираете по разным критериям. Это тоже вас тренирует умение находить интересный сюжет, умение видеть сюжеты. И тогда, когда вы их будете видеть на улице, вы будете фотографировать уже осмысленно эти кадры делать. Это еще один прием. Еще один прием, который можно делать тоже всегда и везде, это упражнение с кадрированием. Берете какую-то фотографию, любую фотографию, и разрезаете ее на много маленьких других фотографий. Ну, например, вот раз фотография, два фотография, три фотография, четыре, пять, шесть, семь, восемь фотографий. Вот в этой одной фотографии Джулии Блэкман можно сделать восемь, а я думаю, что еще больше можно сделать, можно нарезать больше. Эту фотографию можно нарезать на отдельные кусочки. Если вот попроще взять фотографию, ну, какие-то грузчики непонятные, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. шесть фотографий можно это все делается тоже опять же довольно легко и напряжно можно делать можно делать кстати на смартфоне на смартфонах очень удобная функция кадрирования вы можете это делать в метро ездочи на работу например дали в свободный там пять минут когда у вас образовалась вы можете те кадры которые у вас есть нарезать на разные другие это позволяет вам тренировать умение видеть нужное в кадре до отсекать ненужное а видеть только нужно то есть это тоже очень важное умение которое тоже нужно тренировать и тогда когда вы будете снимать следующий раз вы поднимете фотоаппарат вы в кадре уже будете инстинктивно оставлять только то что вам нужно то есть как я уже говорил можно смартфон делать еще одно упражнение которое тоже повысит ваше умение это делать зарисовки но тут важный один момент что зарисовки нужно делать не в стол это нельзя делать нужно делать так чтобы они были обязательно где-то опубликованы что значит обязательно где-то опубликован это значит то что и фотографии которые вы будете делать зарисовки их нужно обязательно куда-то выкладывать ну например завели какой-нибудь аккаунт в инстаграме да вы можете всем не сообщает что это ваш аккаунт не обязательно всем три звоните говорит что я сделал еще один аккаунт я туда буду выкладывать свои упражнения там смотрите все нет можно в своем можно новый можно страничку где-нибудь еще на фейсбуке альбом завести например какой-то совершенно не обязательно афишировать но это должно быть обязательно в открытом доступе то есть фотографии должны быть делаться так и выкладываться туда где их могут обнаружить другие люди почему потому что это важный психологический момент когда вы поете дома в душе с песни до многие поют в душе я не пою но я знаю что многие поют я все право знают и поете в караоке казалось бы и там и там поете свое удовольствие для себя но отношение к процессу разные и люди поют по-разному да и упираются по-разному и 3 делают результат дает по-разному поэтому если вы будете знать что на фотографии будут кем-то возможно кто-то на них натолкнется кто-то их просмотрит это совершенно другое отношение на поэтому их обязательно выкладывать какие могут упражнение зарисовки например каждый день один цвет радуга 7 дней 7 цветов сегодня снимаем красный то есть вы должны сделать 10 фотографий опять же условно для себя говорите 10 фотографий вы должны сделать 10 фотографий в которых будет только один цвет доминирующие или всего лишь один цвет если всего лишь один цвет это сложнее потому что никаких других цветов быть не должно если доминирую счет чуть попроще ну то есть там есть что-то на заднем плане какие-то может быть желтый какой-то зеленый но его мало основной цвет красный в другом день будет основной цвет зеленый в третий день будет основной цвет синий вот это вот соответственно упражнение которое можно делать каждый день причем можно делать опять же смартфон то есть вас есть смартфон вы идете на работу и смотрит о смотрите красный знак стоп серое небо снимаясь знак стоп на фоне серого неба вот у меня получается красный кадр номер один идем дальше серая стена дома красный автомобиль чпок еще один кадр у меня еще один в копилочку и так вот вы идете пока до работы дошли у вас там 10 кадров эти накопилось каждый день если делаете вы тренирует свое умение видеть цвет помните города что умение цвет это важно либо может какие-то другие вещи ну то есть например вы можете расписать каждый день один сюжет сегодня я снимаю силуэты завтра я снимаю улыбки послезавтра я снимаю детей после послезавтра я снимаю автомобили неважно что вы выбираете какой-то объект или какой-то сюжет или какую-то тему которую потом снимаете один день да вот и с ней работать и находите нужное количество кадров не хватает судорожно берете смартфон бежите и фотографируйте недостающие хватает выбираете все лишнее оставляете только на небольшое количество то есть те которые 10 кадров например очень развивает съемка бытовых сюжет но съемка бытовых сюжетов это вот когда дома вот мы живем и у нас там есть какие-то рутинные действия процессы которые мы регулярно совершаем вот можно снять про них микро репортаж ну например микро репортаж при приготовлении еды и вот там начало действия потом какое-то продолжение действий и развитие действия кульминации финал да уже готовая какая-то еда то есть важно вот этот репортаж что в нем было развитие на начало развития и окончания это важно потому что нужно чтобы кадры отличались друг от друга ну чтоб не было авто повторов разные сюжеты с одной точки ну то есть вы приходите и снимаете например с одной точки вот например евгений костенко снимал лавочку из окна в течение нескольких лет и у него лавочка разные там сюжеты показывал там как раз получили фотографии на разные темы там одни люди другие люди третьи люди вот это можно тоже делать тоже с разных то с одной точки снимать разные сюжеты то есть находясь на одном месте может снимать какие-то разные события тоже можно тренировать себя можно тренировать себе умение снимать с необычных ракурсов это то что нам предложил александр рученко да и говорит что всегда снимаете с необычных ракурсов обычные явления снимаете необычных ракурсов вы поэтому берете опять же смартфон начинаете фотографировать привычные обычные объекты которые нас окружают каждый день до с необычных ракурсов таких ракурсов которых обычно их не видеть тоже вариант более сложное создание парных снимков то есть то что я говорил на х нахождение парных снимков вы можете теперь делать переходить более сложным это создание парных снимков то есть вот есть какая-то фотография к нему вы идете фотографируете пару то есть берете фотоаппарат там смартфон и делаете пару к этому снимку это более сложная вещь на самое важное в этих управлениях это регулярность если вы будете это делать регулярно то рано или поздно ваше умение делать хорошие кадры прокачаются и никто уже не скажет что ваши фотографии плохие вы будете делать хорошие фотографии вот так это все работает ну вот это основное то что я хотел вам сегодня рассказать какие-то моменты если у вас какие-то есть вопросы то задавайте вот у нас есть страница курса основ фотографии если кликнуть по этой внизу ссылки откроется самая страница ты основа фотографии курса и напомню что до 12 июня у нас скидка 25 процентов на этот онлайн курс там вот эти все вопросы про которые мы сегодня говорили более подробно и более детально всем это разбирается и рассказывается и показывается и домашние работы выполняются и мы общаемся с людьми и плюс там общаемся неформально всегда есть общение всегда есть разбор домашних работ и так далее там потом все это очень очень я думаю интересный поэтому если вы собираетесь изучать эту тему то я вам всем рекомендую рекламирую себя собственного приходите я буду рад вас видеть и вот мы с вами увидимся с 18 июня стартует курс и до 12 июня нужно оплатить соответственно покупку вот ну давайте если у вас есть какие-то вопросы я готов на них отвечать и я был рад для вас всех видеть вы дальше тренируетесь фотографии оставайтесь такими же пытливыми как вы здесь были задавать задавайте вопросы пишите вопрос уже теперь можно еще вообще не некоторое время вот и не болеете тренируетесь приходить учиться все счастливо удачи пока